старая я сегодня поиграл блин 40 минут поиграл и проиграл потерял топового разведчика на зоне раб блин он не был уникальный незаменимый а только одного начал делать дальше короче мы закрыли миссию экзальта с одной стороны прошлый стрим вообще был прекрасным и взяли одну базу мы взяли вторую базу мы отдали специально террор сейчас отвоевываем ресурсов у оленей вообще нет эти или на ресурс 53 53 сейчас мы штурманем еще мексику попробуем вот в общем готовимся к штурму базы лере три дня аркаша у нас есть надо понять с кем мы пойдем скорее всего ну топовый топовый снайп точно я думаю 3 или 4 снайпов брать посмотрим скорее всего инженер с аркашей будет чинить его медика вот этого надо взять на 3к уже можно медиков да и два ранения еще на экзальте получил новых минус 100 говорит был был от меня громила спасибо тебе за минус 100 прости я не с не увидел не увидел короче хим граната доделывается спутник выходит как раз под базу можно штурмануть же базу не сейчас я бы дождался по крайней мере снайперской гауссовской винтовки по ресурсам у меня все печально потому что ну там дофига всего заказали там и химку и гауссовский пулемет и проекта в литейном цехе уже там до дел по доделывались сейчас нужно в этом месяце короче план штурмануть еще две базы в этом месте спасти два региона скорее всего мексика плюс юар запускать спутники в японию в австралию они как раз да делаются все будет хорошо и соответственно в конце месяца когда мы запустим уже спутники в азию бахнуть проекты в литейном цеху выбрать тщательные и как раз те ресурсы которые мы на базе возьмем их использовать сейчас на эту мексику мне полетят но там есть корабли я заранее переведу потому что наличие спутника над захваченной страной хим граната очень хорошо я хочу гауссовскую винтовку еще дождаться повторюсь спутники к запуску готовы как только прикажете мы их выпустим двое ученых на 40 лере нет пожалуй ученых там 77 микрос 73 это уже не так подписался на премиум так тестирование успех хорошо спасибо за подписку локс спасибо синда постоянно отправлять людей потому что всегда можно вытащить оттуда снайпы вернулись хорошие с двойным выстрелом вот собственно две гаусски будет еще третьего может быть четвертую возьмем кого-то нужно отправить на тестирование но без блин твой пулеметчики пулич просто запасом почти тройка есть пулеметчик еще это здесь есть ну бас раненые я не знаю вроде нужно отправляется на что он непонятно это бесплатно все равно только времени тебе стоит и все парочка на бас на снайпов еще отправлю ну пусть биоэлектрическая там не знаю как какое как короче гауссовскую ментовку ждем активности что-то я не вижу от них вот она гауссовской и скорее всего агена модификация таковом модифицирует там топовый не топовый пехотинцы топовым влад поддержал на 500 рублей сообщил спасибо хорошо спели спасибо да и лерий или откроет сразу много всего мы не можем воспроизвести железообразные лере доступен мобильная силовая броня за девять дней энергосистем это новые компы 6 источников энергии нужно нужен труп для командиров сектоидов и элитный мутон средства связи приоритет но или ре нет короче новую броню делаем дожидаемся генки и все и летим на базу на этой самой базе моя задача взять двух топовых снайпов которые будут с дабл тэпом стрелять по всем их это дмитрий михайлов правда он зонер блин зонер может даже и хорошо что он зонер но ему надо будет лазерную винтовку так добрать раз он зонер увы вот этому снайпу с двойным выстрелом соответственно берем пустельгу соответственно берем снайперскую гауссовскую винтовку с увеличенными магазинами и с боеприпасом из оболочки еще одного я снайпера возьму у меня нет больше человека с тапом на то есть одиночный выстрел будет руку и спартак поддержал ваш карта рублей и сообщает это командир всех не штурму и плиз баба клавы еще полы не помыла так но этот товарищ не абсолютник были я пожалуй все таки возьму ему прицел ну и возьму собственно боеприпас с оболочкой обязательно берем валеру у нас появился новый с вами танк вместо раненого разведчика инвизного который еще 18 дней будет отдыхать кто-то должен поэтому на сцену выходит аркаша с миниганом гаусс с модулем улучшенного подавления за голографическим и с датчиком движения он пока не мастер ближнего боя но все впереди поддержку каркаши мы выдаем инженера инженер хороший инженер с четырьмя зарядами скорее всего дугометом с тремя гранатами и с парой сканов то есть у него ремонт есть у них глубокие карманы скорее всего возьму еще одного инжа потому что дымов мало естественно мы берем топового медика с густыми дымами реаниматор медика тоже бы хорошо взять есть у меня реаниматор вот такой вот пулич и рокет рокет хорош у него уже дабл ракета есть блин не пехотинец получается ну пехотинец и пулич здесь без старого инжа мы идем на этот с вызовом он такой критовый а еще бы химическую гранату как-то впихнуть более чем делать не брать реаниматор это рискованным 10 человек народу не хватает понимаете просто не хватает народу и вроде все нужны ну конечно плохо мне не нравится то есть до 3 снайпа аркаша нужен инж нужен когда новые тиры брони будем освоить так только что исследование отправили только и лири открыли и все и пошел новый тип брони 9 дней исследование идет рпг гаусса не взял еще тяжелый пулемет а слушайте тут панцирка еще ремонтируется ученые на трупы ни в коем случае экзальт оставил нас без 300 охренеть там две ячейки видимо более нот надо сканить было конечно же да мне не готов вообще человек разведчик штурмовик 20 часов но это после ждем 20 часов вот истребитель летит сбивать мне спутника этот ничего ничего у нас тут и у ворот и точность и бронебойные вылетаем на перехват виду противника они активизируются как раз в новой стране где выхожу на цель вообще изи сбили правда не уничтожили спутники к запуску готовы как только прикажете мы их выпустим завершили починка вещей потом не просто кто-то с фалангой стоит не хочется оставлять его таким улит что ли блин похоже на пулич не думал взять два штурмана такие случаи с экзальтом у меня есть второй инж но лучше сканить просто вовремя а то я второй раз пропускаю там просто две ячейки и все и там 20 часов какая разница про штурман здание должен был выйти сейчас если не вышел то все это г.г. не вышел immortal life это г.г. все четыре часа это бан снайпера с гауссом двое с гауссом один более ну вот из-за того что я скипнул вместе сейчас опять и кипать это все и дурак хотя бы расставить их правильно нужно так аркаша идет вперед понеслась медик не фаланги случайно понеслась ребят хватит не успел трансляцию начать сразу прибежали блин эксперты советами пожалуйста не надо блин гаусс лазер гаусс на всех нам подряд выставлять хорошо не сгруппированы по крайней мере сам эквип не ну не сняли мы его так как то последний у нас там а медик реаниматор у медика действительно фалангам пулеметчик снайпер сканов мало конечно очень мало сканов может быть взять второго инжа вместо либо медика реаниматора ну либо вместо например пехотинца нет ладно на эту миссию мы по крайней мере идем уже со снайперами которые с двойным выстрелом из пары гауссовских винтовок и они они конечно должны помочь главное на старте да это опять второй второй тип вас гелетный что за рез угол такой же как в прошлый раз не хорошо расслабляться не стоит похоже пришельцы готовы оказать сопротивление и уже сейчас стягивают отряды аркаша идет в угол выставляем ценов похоже нашли куда они забирают похищен да это третья база но зачем им нужны люди все равно не ясно это третья база самое главное что нас тут уже снайперы максимального уровня парочек по крайней мере плюс дмитрий михайлов есть которые in the zone снайпер собственно вот он проходит пока мы двигаемся на правом пак может быть счастливым тоже проходили уже пора пробежаться пехотинец вперед получится назад вот четыре заряда не оглушение ремонта четыре скана нормально и 3 гренки впритык на самом деле без здоровья нжази сложновато будет но зато есть реаниматор медик и второй медик с густым дымом ударец и девать будешь от базы все закрома ломится не 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 уже закончилось все уже успел и все закончится сам шоке но там не сплавов не лири не наносплавов наносплавы нужны намеков слышим михтоидом друзья слышу михтоидом кибердиском тут два босса на карте ну и пол сотни человек готовимся плюс инопланетные нервишки да еще кибердиск летуны так пока отвожу снайпер счета датчик движения лучше не юзать его оставить уже нам будущем потому что дальше будет со сложнее слушаем да там же как в прошлый раз о прям бегают близко то есть они слева все таки более это мексика опять билдер мы и отдали на терроре специально мирных всех поубивали чтобы она вышла и боли ну слушайте мне не очень нравится ситуации ждем мне кажется они влево уже ушли 2 никто это блин ой хорошо три попадания молодцы 30 хорошо разбегается разбегается разбегать сразу стреляют охренеть хорошо тиновер стали ядрить начало могу прилететь вообще дико трендец так и хотим пулеметчик начинает надо ставить метку и метку точнее сюда и сюда дабл тап пулеметчики не хочу руки тратить раз под ранок перед тем как снайпы начнет стрелять и надеюсь 92 2 под ранок мимо 92 криту им раз по подраненному ох так возможно его все у нас зонер есть он добьет дроидом короче лучше по второму уже бахте ох какой крит так не старой такой же я начну с вот этого товарища что он самый опасный скритом чувствуете так дмитрий михайло следующий пожалуйста желательно просто он in the zone прокачан единственный снайп который зонер раз в ударе дальше скритом сюда 2 пробуем и остается выстрел очень насектоида 80 он был не в кавере поэтому все все в минус пар ладно окей бывает но мы как раз робототехнику сделали вскрыли меха добавилось 2 единички урона еще всем снайпом взяли пробивающую броню гауску и вместо вот такого того урона с лазерной винтовкой и даже с этими с оптикой типа 56 средний ты уже бахаешь там по десятке скрит ну скрита 20 очень круто это очень круто снайпы прям радует самом деле они конечно могли выстрелить со старта сразу же что михтоиды как раз из тех кто стреляет вам не торопиться друзей там же я так не хочу пока сканы тратить если пойду танчиком буду его подставлять мне есть починка но у него дэмэдж редакшн там два с половиной то есть он как бы может вы танковывать если что хорошо вторую гаусска дождался реально этот но и датчик движения не стоит юзать так пехотинцы чуть поближе уроки наверно здесь поставлю скажи почему перерисовали смайлик ну савелик подходит творчески к процессу ребрендинг смайликов делать в том числе переосмысливает таскута крыса была вообще этой даже не рисовался смайл он был взят просто взят мне не нравится ситуация я знаю что скорее всего они воды стоят их просто не вижу на что это было все зима танк надо по вот этого стороне проводить дамаж редакшн редактора урона нет не дишинджи редакшн собрали редакшн и от слова редакция от слова reduce очень английский вместе обращайся не вызываю рокетом прицеливаться да не меня у него уже 85 плюс и соответственно плюс еще десятка то есть он там отклонение где-то одна клеточка пороки то что то что него гауссовская винтовка может имеет смысл поставляет даже 70 шансом вот он рокет я щас прицелился правда были на 104 так у него 84 точность все роль разведчика инвизного повторюсь выполняет выполняет танк при поддержке инженера если наполовинку выйдем скорее всего здесь кого-то увижу что прошлый раз здесь было три фанга рядышком такие твой привет а что это за колонны внизу а это вот операционные пришельцы мне кстати нужна еще одна этом операционный стану все можно продавать с денежной достаточно миссии будет если пройдем с богом да вот они сикеры огромное количество но здесь пак лидер мы его бахами еще вы уверены как я не знаю стоит ли делать скан или шеду пускать ведь мы в принципе можем прикрыться снайперов просто нужно встать так чтобы они были ну по крайней мере не фланговались если с никаких дымов не надо танком просто уезжаем и с богом если что аптеку на свалом то есть там у нас два медика один реаниматор с двумя аптечками то есть 6 зарядов вообще за глаза за уши второй стандартный всех не передушат ну что там было 6 человек одного мы убили 5 у нас пять человек остается все равно ну и тем более снайпов будет душить остальные на оверх будет стрелять что с анализным разведом он в первые на первой же базе пал на 40 дней то есть его только шейник спас вот и все вторую базу пришлось вообще каким-то макаром проходить и как следствие мы там пехотинцы тоже оставили на той же самой теме ну то есть тоже от ошейника да 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 dark вендер база это третья база контролируем и штурмуем базы то есть отдаем отдали эту базу на терроре заставили потратить 50 ресурсов и снова штурмуем в этом месте планирую штурмануть две базы в юаре и в мексике надеюсь все пройдет нормально секера уже должны подлетать кстати мне еще танчик который хрен задушишь этот танчик не задушишь не убьешь понимаете а у него гауссовская еще пушка быть здоров и зад кого убил разведчика марксмана который зонером было который очень хорошим не в одном шесть десятков что-то один килл скажется 20 миссии результативный парень блин что не летят секера я не хочу скан тратить мне всего три скан 34 скан вот первый пошел отлично нашли все таки вопрос насколько одновременно они будут действовать потому что их там много четверо второй душ тоже минут не серьезно конечно что что они себе позволяют чем сначала сниму его под ранок один сам конечно лучшие сто процентов и он на овер станет так их там трое ждем и казнис в рамках американского листа прав они произнести так что на британском вряд ли дюкш просто очень любит при британском варианта непонятно вообще несмотря на то что большинство из нас учились типа по вытяжки нибудь произношение все равно была американская ну большинстве по крайней мере насколько помню школу есть даже на на олимпиаде я помню мне сделали замечание о том что я сказал лондон как как британцы говорят вообще лондон они ланды проявляются еще так что не стоит оправдывать себя тем что ты британский английский вполне вероятно у тебя была стандартная школьная блин программа такая же как меня от британского там было только обложка от учебника как произношение было все американцы да я понял ждем последнего помимо английского бы чем 5 да по экономике у нас хорошо по мему по моделированию экономики менеджменту был был курс такой junior achievement который включал себя и теорию и и программу которую по сети можно было играть там вообще очень увлекательное занятие было очень увлекательный потому что это ну реально по сети что 70 процентов пока мы вот это мы не просто городские мы там региональные брали на россии взяли один раз седьмое второй раз винт подписался на при закате дрожкова инк переподписан 15 месяцев спасибо за переподписку вот там как раз что-то вроде да это больше на киберспорт даже было похоже потому что ты играл против людей живых то есть такая закрытая экосистема экономическая с определяешь там ключевые там 5-6 параметров стандартно цена объем производства нам учитываешь амортизацию все вот это вот маркетинг вкладываешь инвестиции научно-исследовательские разработки в зависимости от действий ваших оппонентов вы получаете каждый раунд там какие-то отчеты они распечатывались на матричном принтере я помню это чем мы там стояли отрывали рулон такой она выпечатывал очень долго прям класс играли каждые выходные тренировались вот но там конечно весело было весело винк короче еще один сикер я забыл было убрать вот этого товарища что явно на него летят очень нерешительные сикеры оказались кто-то видимо пошел по право обходить кто-то напрямую решил и все у меня нет регена у танечка брони тоже базовая охранного дрона тоже нет пригодилась я думаю что все так или иначе пригодилась самое главное что это было реально интересно то есть это было такой соревновательный соревновательные моменты и общение и возможность по поездить тоже мне на я помню после олимпиады как раз вот региональный ну по республике комик выдали выдали это был где-то 94 95 года настолько 486 компьютер по появился домашний мне выдали карту на 100 баксов на интернет модем и естественно но как бы это вообще мега круто то есть во первых это середина 90-х не все так хорошо это одна один из первых каких там провайдеров тоже короче раритетная штука прям класс конечно пригодилась в каком-то смысле добрый вечер хотел сказать как лонгвар отбить страну только через битие корабля чужих своих не более мне вариант если отбивать страну только через скелетный ключ скелетный ключ получается после того как ты ксеногенетику ксенопсионику потом про происхождение пришельцев после этого заход за допрашиваешь ну может параллельно допрашивать живого пришельца потом уже берешь его выезгу и и потом делаешь скелетный ключ скелетом ключом запускаешь спутник имея скелетный ключ спускаешь спутник и все вуаля можешь лететь штурмовать базу долгая последовательность но она рабочая мы собственно по ней у нас эта игра была только на третьем курсе университета к фу но мы в школе играли под потом как-то уже все не встречали ну джоннируем почему это вот тема стандартная что там за звук но очень интересно потому что там реально все зависит от того как будут играть твои оппоненты то есть цена определения самое по сути главное вот мы в своем инкубаторе там играли друг с дружкой там 8 команд потом приехали на финал выставляем первый тур первый тур вообще никаких данных нет вот ты стандартно там заряжаешь производство без без жести на 80 процентов чтобы не переплачивать за амортизацию вкладываешься хорошо ну предвкушая чтобы сценарий не сильно стрессовый в мир потому что мир распределяется по всем турам то есть чем раньше ты вложишь тем тем больше хвост тебя получится маркетинг он как раз ситуативного на следующий ход только короче по стандартным параметрам накидали получаем отчет 2к невыполненных заказов у нас стандартная цена типа 48 при вот они там все задрали цену космическим образом и мы вот из этой жопы на второе место потом вы выбрались еще вообще нормально там катя умная конечно было порошкова хочу делать куда я лезу вообще что я делаю они прямо давайте проверю слева сначала вот вдруг там пак какой-то сидит а я продвинуться вперед раньше полиграно тоже сейчас всегда если неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает привет да мальчик а почему нельзя донатить с его с приложения я так люблю донатить со своего нового ipad pro 13 дюймовым дисплеем и 500 гигабайтами памяти палец сам тянется кнопки доната на моем новом ipad pro поздравляем тебя с тем что у тебя наконец-то в 2019 году появился ipad pro я не знаю наш валяется значит там самая большая проблема в том что если ты хочешь поставить систему оплаты то ты должен делать через apple то есть ты конечно через веб-вью можешь сделать на твое приложение помогут выпилить из стора поэтому а если делать это через apple store то 30 процентов комиссия по 30 процентов комиссии так что фиба за логинс это не точнее фиба хотя сегодня фиба своим телефоном опять я разбил свой этот зимфон 2 телефону не часто пользуюсь вот взялся за 5000 этот ми какой-то xiaomi в общем с хорошими отзывами в своей ценовой категории отличный все сижу с этим телефоном на стриме и он что-то опять вот как а я с его телефона потому что у меня батарейки уже не было и два дней не заряжал хотя там нормально он держит он говорит ну как тебе в очередной раз прошить как тебе 10 iphone телефон как телефон в 12 раз дороже до red mix кажется это много объясняет спасибо не сайфлангу развалялся игровое время конец 2017 года и когда что-то не понял а окей бывает так мы проверили мы слева я думаю что имеет смысл пацанов сюда выставлять уже на основную группу помните как прошлый раз я думаю пора и пора потратить одну гренку на то чтобы снять вот эти вот каверы иначе прятаться будет просто негде здесь имеет смысл также оставить наверное одного пехотинца на случай если новые паки побегут мою сторону но всю основную группу я передислоцирую пациент исходя из логики что шумели люди вот вот здесь вот где-то и мне нужно сделать так чтобы мы могли стрелять большим количеством людей сами радует последнее время бюмпер поддержал ваш канал на 100 рублей сахар привет привет некий извини не могу говорить играю на своем новом ipad про все пока пока так давайте сразу наверное закинем гренка если достанем конечно достанем нормально чем время терять гренок мало правда рокет встала побольше тем более мы на старте видите не использовали рокет два стартовых пока были не такие опасные на самом деле опасный первый пак с двумя мехами это это реально опасный пак просто повезло что они не выстрелили для начала ну ладно давайте контузию сниму все равно у меня два медика в этот раз и мешать разрушил телефон в приложении когда будет поддержка экранов 18 на 9 репортил хасу богу слиты это приложение в пожелании первый вопрос который хочется задать я не сдержался задал тебе сразу на точку а белка надо брокет режет мобильности кажется каждая дополнительная ракета тебе на единичку снижает мобильность при этом тратя ракеты ты ее восстанавливаешь постепенно но я не проверял если честно про какую игру были воспоминания то я прослушался а про про игру школьную про моделирование экономики менеджмента мемона называлась кажется как то так есть выполняю координаты получила каюсь не репортим вот для начала давай во многом определяет что делать именно разработчик относительно вашего пидбэка который вы можете вставлять прямо из приложения что из айфона что из android да вот это опасный момент сейчас будет если сделал там пару полных укрытий по крайней мере для пулеметчики для рокета но скорее сейчас надо будет с хан закидывать ну помните то опасную комнату так улич сюда за фулкавер ракет сюда подзонить снайпа здесь попроще в том плане что у меня уже гауссовские снайперские и два туповых снайпа то есть они делают раньше было три снайпера с лазерными винтовками которые не стреляли дважды а сейчас один зонер который пиу 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 пока у тебя там есть возможность стрелять ну то есть он минимум один выстрел делает до четырех наверно и два человека с гаусскими которые стреляют в два раза чаще но круто же круто 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 следующих отрубаем датчик движения здесь катимся сюда поближе я понимаю что там полуукрытия но там скорее занимается тем что прикрывает мне кажется прям за дверь и кто-то да есть самая тупая фишка гауссовская комитивные боеприпасы мехи падают супер быстро улетевки я пока универсальный плюс один взял что с богом смотрим никого были никого то есть они реально в следующей комнате только это непонятно как много очень много надо спустить снайпера для того чтобы инициировать вниз даже 2 наверно спущу куда-нибудь влево что отсюда они в теории могут пострулять помните да по нижнему ярусу точно через скан будем действовать я подвожу нашу лежа с четырьмя сканами здесь даже близко подходить не стоит вместе с медиком окей нет оставлены оставлю 1 снайпом так макиком обилка снайперки гаусс коммунитив а я понял что типа один к трем шанс уменьшится сопротивляемость встроенная белка снайперска а это снайперской винтовки только снайперской блин я не знал про коммунитив я понял будет сделано так вот почему так все дико получается при переходим новый тир я понял подходим за фулл кавер кидаем сканы пытаемся а я слышу там кибер пугал снайпер не только хитаму на и повышенный шанс крита против противник там кизя поддержал ваш камен на 500 рублей сообщает михаил расскажи как поменялась твоя тактика по прохождению чем а что поменялось после первого троя в твоих действий 1 после первого поменялось все больше все конечно изменение было в последнем трое потому что потому что мы начали активно захватывать допрашивать брать пленных людей ухты какое количество там я вижу кибера да у снайпера сразу есть несколько целей я бы начал сразу бахать по киберу все таки ну что есть реальная возможность его убить с одного ухода с первого троя реально очень много поменялось я поменял роль у уличей теперь они только сапресс и дебаф поменял роль у пехотинцев так второй пак сикеров с левым минус кибер сразу интересует еще снайпы есть одна цель она цель щипок мне кажется это ошибка это нет мешали привет врываясь только к сожалению что обрисует двух словах да мы недавно начали единственное что я сегодня днем постримил блин полчаса 40 минут и отдал разведчика на миссии экзальт очень торопился и отдал разведчиками за дело или все-таки спули чтобы скан скануть да ладно там простой пак поехали полем сразу два пока ну потому что тут остались три дроида чем нет и кальмары кальмар конечно дикий большой здоровый такой я думаю что надо сейчас всех снайпов по центру вести как раз за кальмаров на что у нас нет уверенности в том что мы сможем по ним стрелять так танчик у нас очень хорош всем хорош кроме меткости так а я не смогу увести своего блин я же не смогу своего друга увести надо вот так наверное подставить танчик и подсопресить массу у массу мажь второго задели да вот это ошибка конечно я должен был быть медиком вторым ближе чтобы иметь возможность дым закидывать это должен идти вперед двое дальних тупить ну вот что у них меткость вообще нулевая а вот секера опасный кибер летает на готовность какие-то нерешительные они там с голодом стреляем еще планируется с голодом там отборочный до финал дожить тут уже я наверно подожду даже танчиком подсопреш разок ну раз держит пусть держит сикер не идут может даже правильно что дым не использовали пехотинцы сюда как там гриша гриша я писал сегодня в чатике он к сожалению умер какие-то повреждения внутренних органов были более серьезные к сожалению разведчик у нас ранен носикер вышел из-за низа сейчас как раз снайпом нужно дать задачу по этим дронам отработать заканчивается танк пока справляется на всех случаях 4 починки по 6 да только беда в том что мы не видим дронов новых надо подъехать немножко есть чекам обстрелять поэтому я бы подъехал вот так 59 плохо там дэмэдж редакшн два с половиной троечка броня просто танк не почувствовал кальмар все еще там сидит на месте так дмитрий михайлов видит одну цель тоже стреляет дроны вскрытые у них точно выборочный прицелем из этих снайпов урона не наносит хороший единственное что вот этого товарища не забрать никогда я пытаюсь понять может быть вот сюда пододвинуться тогда мы сможем и по секером поработать вот сюда снайпер одного подвести много рискованно но внимание танчик назад соответственно сильно наверно назад и его оставлял исключительно из-за того что надо было прикрытием же который стоял за стоит за фулкавером его бы повести назад смотрим дроны должны лететь по идее так кто как кто лес кто подрала и еще секеры должны тоже лететь по идее я не знаю у меня ограниченное количество сканов по сравнению с прошлым травим на этой карте они очень пригодятся здесь увидите там apple опять защищает ведь прекращай на но ведь мы только об этом говорили даже если там лучше ждем выхода сиферов либо слева либо дронов справа я уж не знаю один раз не плавал тоже не первый раз что это было я опасаюсь что дроны заблудится а секеры будут стоять на месте направлении по поводу но по крайней мере от секеров не не поменялось вообще никак как звучали так и звучат и конечно могут быть в инвизии можно проверить скану на повторюсь у меня три скана осталось отток первая комната к сожалению никто не идет кавер у людей не меняется говорит о том что секера скорее всего да слышали я проявился на котором там штучки 3 осталось да наверное о что это было это уже другая тема то ли проявились то ли зашли в инвизии сейчас сказать там два дрона и 5 секеров я же не выцеливаюсь на память на случай если кто-то откуда-то выскочит не было возможность пострелять блин так не хочется конечно придется выезжаем видим сразу сикером и второго секера окей ну ребят давайте кумцем мир хватит уже я показал где пусть летят что это было там какой-то один особый кальмар не летят быть они неладный что там за звук да не хочется рашить 5 секеров мало ли что как они может они снайпом в это время ли полетят а вот все-таки про проснулись ребят проснулись ни хренашеньки не попадаем бмп не почувствовал как же они там как же ты бмп танкует классно они тоже вскрыт ошеники у нас есть пробиваем классно я надеюсь что ага мелькнул еще давай чё дальше тогда отойдем ждем твоя замануха на танк сработал да вот он здоровый кальмар опять промазали чатик тут ой чатик чатик тут незаменим ха ха танчик тут не вот это поплотнее бьет блин возможно сразу починку сделать у меня 4 заряды и все все нашли путь возможно кто-то еще в инвизи пока на паке везет кроме сто вот 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 один уже здесь представляете если бы я пошел вперед оставил бы снайпов сзади но как бы я должен где-то здесь составлять такой кальмар могу подъесть хорошо так видим троих там вообще 5 еще человек осталось но я бы подсопрессил чисто чтобы повесить метку может быть на 1 на 2 на 2 хорошо а дальше уже просто методичненько даже можно дмитрием михайловым опять же вот он скорее всего этого убьет 10 урона 8 потом дроны пытается зонер хорош ну почти метку пробуем на этого поставить кальмарит плотный какой отлично с критом еще 4 на крит прет а что это за это призрак голографического нем быстрее акциям бонусный урон стабильность платформы ездящим то есть он бьет помощнее и у него три овером мы поздравляем мы его с этим естественно событием хорошо сняли камер это прям прям очень хорошо я жду когда ты узришь опасного противника гигантского дроида да я вроде видел такого но я мне кажется мне этот раз показалось просто от добиваем остался напомню еще один один противник как по роботизированным целям реально так пробивает больно что по киберам что помехам что по этим кальмаром не оставляет вообще шанс я пожалуй не буду пока тратить заряд дугометом так там последний не паникуют они вообще не паникуют ночью они железки у них все программа есть поперли дальше о кажется кавер поменялся да а да сейчас будет жрать не сна и пожал как конечно контузия на повторюсь у меня есть второй медик отстреляли своим давайте метку поставим стабильников все дальше скорее всего задача забраться вот на эту хрень наверх не факт кстати учитывая то что в прошлый раз вы помните с нее но тут ну хотя подождите посмотрите торопимся возможно стоит даже спустить хотя мы там два пака убили вот на этой дороге давайте все-таки заберемся наверх . . командир захватывать кстати если за останутся заряды я бы захватил конечно командира а дрон еще один есть ты гад хотел обмануть меня 30 40 40 у них еще дэв повыше стал потанчик опять на хватит не почувствовал вообще класс танка еще принимает прекрасно эти выстрелы нелепые дыма и дальше работает замечательно здесь мы убили получать четыре парка на 4 по 6 про 24 половину карту же это неплохо я слышу еще кибердисков летунов мутонов плюс у помните там опасный командирский пак не рискуем я хочу наверх забраться я скидал скан туда и вы собственно эти два пака для тех кто недавно при попа летуны летуны могут стать на over так что я не виду хорошо идешь пока да хорошо если бы сегодня еще различные потратил на шару совсем было все замечательно то мне в в мемориале один разведчик который на 2 месяца сходила один который на 20 месяцев ходил причем он-то уникальный он незаменим ну то есть его дмитрий михайлов конечно сейчас как зонер немножко буду я тратить аптеку на снайпу пожару собираемся я же следующий ход и вот сюда вот куда-нибудь мне кажется надо на снайпу вниз потому что он из-под вот этой вот хрени может увидеть кого-то гастронность миссия длинные долгое точнее все сложно и хочется конечно разогнаться определенный момент за сед вами кто это могли меня садить в самом начале очень хорошо сейчас гораздо медленнее действовать скорее с меня были бы ранения смотрим никого вот скорее всего надо уже передислоцировать сюда потом закинуть скан вот туда и вы поняли общимся поэтому что побежали побежали прям побежали по краешку по краешку по краешку там заходим на эту штуку но главное разместиться начнем с левой стороны заходить да у меня медик 16 маневренность непривычно юрки ну да хочу здесь отстаем раз два три там контроли на случай если выбежит кто-то чтобы я смог назад поступить если что а тут раз два три нужно поставить людей возможно кого-то еще оставить снайпов на на эти вот три точки потому что они отсюда в принципе могут пострелять по длине в идеале конечно их завести наверх но пока все не разместились там лучше оставить тех же самых снайпов возможно кулича внизу есть выполняю давай быстрее ясно начинает движение есть уже выполняю выдвигаюсь как раз три места для а лету ну что это было да ладно только вот час вот самый плохой момент для пола хотя бы вот кулича рокета сюда разместить вас понял рокет по сути ключевой против лету нофта точно ключевой есть как не крути снайпов пока сюда я думаю пора и пулич пытаться завести можно было ближе но я боюсь там лишнего увидеть что на той клетке я не помню не припомню чтобы было тем более тут снайпов на поставить прицеливаемся как раз сейчас бы я потратила чехот на прицел 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 снайпов и только после этого бы начал дальше там двигаться размещаться людьми снайперы наравне с рокетами это как раз наиболее стабильный способ убить летающих ну по крайней мере снайперы прокачанной на стрельбу по воздушным целям сейчас занимаем раз-два-три клетки и потом двигаемся направо рокет пулич сюда и пехотинец скорее всего как раз они тут в зоне стоят всем делах полухода это раз это два и пехотинец три все прицеливаемся 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 сейчас двигаемся вправо ну то есть на следующий ход двигаемся вправо занимаем вот эти вот все клетки ну есть соответственно риск что мы кого-то здесь увидим но принципе уже опять же я стараюсь не тратить сканов без необходимости но подозреваю что конечно рода будет много очень может быть сейчас имеет смысл потратиться зачем ладно давай аккуратненько поехали или кого хорошо тогда делаем еще следующий шаг то есть выводим основных по центру снайперов тоже заводим наверх потому что так у них будет больше шансов на попасть взяли конечно одного снайпа направо завести вот там мы еще не разведывали ничего поэтому размещаемся пока что так с прицеливанием прицеливанию прицеливание да да я не знаю может быть и стоит скан закинуть там реально очень много прошлый раз там было два или три пока должны кого-то увидеть с высокой вероятностью мы там кого-то увидим реаниматор назад тут вообще не нужен медика бы этого тоже пока назад вас понял чтобы тупо вижу не было отдавать скан закинем куда-то вот сюда я я и слышал их и сейчас услышал снова вангую полдюжины летунок дали там и стоят над кажется их не увижу снайпами да это плохо то есть толку от вот этих вот от этого скана реально нет никакого проверяю справа вдруг там какой-то пак на никого нет пытаясь перевести одного снайпа направо вдруг там мешает что-то другое нет он не видит все равно никого провожу еще по центру второго снайпа ну что ж не придется лезть вперед в этот ход на что мы сейчас набегались плюс еще есть вероятность что они там как раздвинуться и неужели все потом подальше в следующей комнате будет я сейчас насечный вообще плевать ладно с богом друзья танчик поехал пока нормально стоят двигаюсь на позицию ясно держу сектор начинаю наблюдение старше готовность но давайте гады знаю может даже ракеты его надо было полить этот пак подводить рокет он сет с этого угла ничьи сможет делать мой танчик 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 может быть стоило починить сейчас попробуем танчиком спулить от факт они с тентаклями они без каверов они должны стрелять ну или вставать на овер они очень любят овер ладно с богом да ты что даже так еще не поздно рокете подвести и сжахнуть ракетой убежали руки у меня ракета доб появилась еще одна пока они не разлетелись я думаю что стоит попробовать хотя бы да и обычный там нормально прошлый раз потери тут было в танк быть осторожным другая ситуация был кибер уже спулен и но потерять можно в любой конечно ситуации ориентировочно рокетом захожу вот за этот кавер я наверно подведу еще медика с приказом наличие густых дымов возможности кинуть также танк или дать приказ рокета чтобы он отошел это важная штука не смущает что мы пилит в половину людей это уже больше чем центр карты вот за этим за этой дверью уже уже комната финальная то есть финальной комнате у нас получается 4 пока более если не 55 телепортировать сперва никто не мог всегда мог но просто попробуем встать вот так вот прикину мы сможем вообще закинуть туда сможем может быть даже прокинуть час дым что они же смогут пострелять по мне правильно когда класс поехали когда разлетаться будут они стрелять правда потанку будет но тем все равно нужно еще закинуть бы дым возможно они все застаклись около ноги проволнового маяка это очень жестко конечно будет так учитывая инопланетные нервишки я пожалуй закину дым так сначала посмотри точно ли попадаешь ты этой ракеты прям кучу то попадаешь попадаешь что они будут действовать нас не видят но у них будет полный ход поэтому не хочу рисковать тут полу укрытие у танка вообще укрытия нет он еще немножко пробит пробуем аккуратненько это сделать итак силуэт их там шесть штук да вижу двух крайних вот так получается на стрелять поехали по всем попали просто 11 911 даже сразу умер так они вышли но это ничего не делали короче забить дмитрий михайлов начинает что он зонер 1 стабильно убивает 2 убивает до из инициация конечно даже с перестраховкой как вы видите дым здесь не нужен был просто не нужен был даже пули стрелять на часе и станции благодаря высоте и тяжелым пулеметом молодец какой я да я видел цены ресурсом сейчас бы собрались от паком перезарядки прицеливанием цикл и выходим здесь может быть еще один пак ну что я сканки дал правую часть в теории может быть еще один пак проверяем ну до двери нам дайте но звучит как будто либо ближе к двери либо за ней уже люди чем я помню что вот отсюда снайпы двери уже не простреливают надо подводить сюда плохо потому что раньше уже такой дикий что смотрим пока никого не вижу и видимо это не надо двери до закрытой проверить друзья проверить до закрытой двери сейчас танчиком еще на пол входе к подойдем просто чтобы убедиться что там нет людей а то что мы начнем передвижение оказывается у двери стояла и выходит на танка я на полпути и снайфы не работает в общем чем гг сразу смотрим нет двери закрыты все хорошо тогда переводим 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 не буду даже одного скопа здесь составляет я помню как эти три милишных мутон на меня выбежали и все три снайп атаки еще нету только откачивается только отмечивать возле мне кажется что перед входом в эту дверь надо все-таки будет потратить заряд 1 дугометом кибер диск прям за да надо будет потратить что танк может получить серьезные повреждения а мне нужно еще вторую базу штурмовать разведчика у меня нет по сути это единственное нормальное сейчас замена разведоса поэтому ну и что ты в это что мы с вами продвинулись и убили уже там тридцать один одного человека 30 человек извините так вот это неплохое место для снайпа 1 также развожу сюда второго снайпа полу ковер им может быть имеет смысл еще ближе вот сюда вот куда подвести но дистанция уже как это совсем несерьезно мне кажется могут ушатать а снайпы то у нас еще с пустыль гой блин будьте не ладно которые на штурме базы вообще не нужно надо следующий раз снайпов тоже одевать в панцирку то есть если будет запас по ресурсам нужно еще панцирка наделать чтобы как раз выдавать и снайпам тоже панцирка что у них хп столько же сколько и панцирка дают диричь скс поддержал ваш канал на 123 рубля и сообщает ой привет день был крутой можно краткое содержание как дело пахчем запись стрима с песни будет на ю тубе мест нет мест нет ты прав запись скорее всего будет как я плотного пехотинцев подведу вперед пожалуй остальными даже не хочется сюда лезть если честно ну за вот эти вот каверы хотя это по крайней мере каверы краткое содержание если совсем коротко я умудрился потерять разведчиком хорошего разведчиком на миссии экзальта прям самая большая потерям по сути единственная потеря кроме того разведу с несчастным когда и гиды но сейчас мы делаем передовые технологии брони эллири исследовал соответственно открылись передовые технологии там 9 дней технологии не ускорены то что милишному тону мы не захватили хотя даже если мы захватили нам все равно его а нет могли его успеть попросить могли так может быть имеет смысл удачи последний наверно не имеет смысла как проезжать непонятно чинить ли танчик начинить тоже тоже загадка может двери подойти даже пехотинцам чтобы вода это самое попробуем ладно 1 одну клеточку раз дредноут только один снайп может стрелять охренеть что-то минус танк получается а пулич не видит его ки варианты вариантов немного танчик не ведет видите угол такой еще классный так а если сапресс сапресс мы не успеваем видите дредноут виде только направо и единственные каверы они вот здесь у нас разведчик чтобы стрелять молниеносным или нет я могу попробовать грянки снять стенку это наверное лучший вариант с текущим а потому что тогда два снайпа смогут протоковать это ключевое поехали сапресс танк не надо совет я разберусь как на сам без синяков все есть сапресс на дредноут появилась еще цель у этого снайпа закрываемся соответственно с ней не закрываем болен достаем все равно так дым не докидываем добрый вечер смотрю ваш стимус лучше как и сегодня пели в парке x2 удовольствие спасибо конечно да сапресс с танком и попробовать покоцать его еще немножечко а че может рокетом бахнуть аранжа не хватает блин вот если бы я не торопился мог бы и шеда все равно не попадает ладно короче делаем следующим образом танк сапресс в любом случае дальше подходим к пикотинцам пытаемся проатаковать его еще немножечко ну слабенько я понимаю хотя бы как пулич можно подвести но только на следующий ход сработает как опция приказ еще ну непонятно на кого ну на инжай скинуть еще ну это последняя гренка я не хочу блин а у нее точности не снизилась еще мы только до половинки хп у нее довели да сейчас танк будет страдать единственная опция единственная опция единственная опция это реально потратить последний вариант снести вот эту вот стенку чтобы у нас снайпер почему кстати он не может попасть может кстати ему даже источник энергии мешает ему может мешать вот эта вот хрень да ему может мешать и вот эта вот хрень еще ненадежно ну ладно подходим так на снайпа приказ не сработает тракете нас не достает приказ в теории можно сделать на пехотинце ну короче без толку уже уже иду бегаем танчик держись прошу тебя держись прошу тебя держись прошу тебя держись пачинка пошла сейчас дред будет бахать у меня там конский урон конечно еще кто-то влетает мутоны милишные ёпрст 54 не-не-не-не-не-не-нет мимо мимо вот и пробил и второй раз минус танк просто охренеть 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 во-первых мне некого брать на следующем миссии начнем с этого во вторых непонятно кем мне дальше двигаться учитывая классную ситуацию там еще мутоны милишные бегут пак может двойной даже не не тратить выстрел блин надо подводить тоже что по мутону я стрелять не смогу чтобы оставить на овере дмитрий михайлов эндезон раз выстрел два она танчик можно восстановить конечно но я не понимаю с чем мне с кем мне тогда дальше идти на вторую базу допрыгался так я лучше подойду тоже силами потому что так будет больше шансов на попасть соответственно здесь мы не тратить не потратили второй выстрел здесь овер здесь короче жопа да выходит пак милешный мутон 22 еще справа мутон рядышком причем они топают сучки в принципе я могу их триггерить с сканом триггерить со сканом пока перезарядка прицеливаемся прицеливаемся овер перезарядку 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 прицеливаемся и они пак слева пак справа сто процентов выходит да выходит ой точно выходит еще выходит ядрец там мутонов это мне уже не разоплотнить там четыре мутонами лишь так минимум пять пою мать пою мать вижу противника а а а еще босс мутон четыре мутона или там еще какой-то особенный ну точно шрида других вариантов нет на старте только надо прицелиться так чтобы по литону попасть желательно поехали раз вот тебе валим они подходят близко надо их назад отводить будет так что у нас зонеры напоследок оставляем да крит крита нет еще бахаем по плотному раз крит есть крит хорошо не паникуй живет хорошо бахаем по второму 2 крик крик паника ладно так зоне раз-два должен бахать подождем 100 100 100 этого уже не видит ближнему то есть сначала так зону раз рисовать звездочки с 4 надо возвращаться же мутонов назад это макаром начиная с пуличем это не назад их возвращаешь вот так может быть да нормально паника болеем плохо 94 60 до не видит никто ничего гренка еще можно отвалить этого на себя чтобы зона слой сработала крит 196 часовой критовик у нас да надо сейчас его на пехотинца наверно отвалить здесь можно добить его так есть приказ 94 60 мутонов надо как-то допустим это гренка скритом пытаться этого пробивать давай родной есть инди зон хорошо здесь 10 мы не снимем подожди понятно что дымчанский еще нужен блин почти всех милишных мутонов разрулили как дым очень хреново дым прям отвратительно дым ладно у снайпа у этого так если что добьем зон 57 72 кажется медика этого надо вообще отводить инженером закидывать кирянку убивать мутоны потому что больше никто не может нормально его убить и на этих двоих закидывать густой что этих пока никто не видит да этот медик вообще ничего сделать не может 57 72 фигово что инжом тоже отойти что мы не докидываем одной прицель с пожалуйста как там двоих заденем двоих заденем вот этого паникующего и пехотинца соответственно что делать мне инженером рассчитать чтобы докинулась гренка отсюда сюда вполне до кинется без особых проблем вставать сюда это фланг короче да инж посыпает пытается добить гранаты последнего мутона при этом не разрушив блин кавер это критично не 4 у него сюда он должен умереть 4 ровно и и пресса тэблин надо подойти вот сюда видимо может даже два дыма закинуть они достают до пехотинца какие два дыма на этих закрывать да у меня там граната должна за за ну вот только не надо сейчас вот не попадать по дальнему блин надеюсь дым работает надеюсь дым на пехотинца работает до густой дым работает хорошо последний выстрел попробую хотя бы ранить 72 мутона блины я здесь реально остаться но все еще могу но мутонов разуплотнили по крайней мере время молиться там элитный мутон обычный мутон литон какой-то еще два лет мутона эти подходят еще ли там еще ли там ах ты сука 27 может хорошо держимся паникует блин как разрулили босс мутон еще три мутонами лишних бах 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 швиду туда-сюда 38 человек убили осталось 7 я думаю надо рокет бахать любом случае сюда под угол потому что там сидит минимум три человеком стеночку сняли никого права не покоцали ужасно потому что стрелить рада у него всего один выстрел но хоть перезарядиться если убьет и за зону блин дмитрий михайлов конечно топовые так на уже можно сопрессить если что пехотинцам ее мои ну как так перезарядился встал на овер здесь даже отступил оставил бы двух товарищей здесь то есть оставить под сопрессы таки лету на full cover дым пока работает так пока перезарядятся люди пока придут себя у них халявной перезарядки нет блин 4 вообще опять давайте контузия со снайпа сниму нас выбегать будет еще один мутон слева этом летом и летают окей тяжелый летун элитный мутон убежал три мутона там двое мутонов паниковали я хочу посмотреть все таки что у нас но дмитрий михайлов лету на бахает как же он жестко мочит здесь сапресс все таки потом метка full cover пехотинец по нему вообще отлично должен стрелять но для начала я у меня выцелившийся снайпер перезаряжался понятненько я пытаюсь снять у него по крайней мере какое-то количество мне кажется здесь не нужно форсить надо перезарядиться и прицелиться и хотим это нормально хотя нет нормально блин 58 сидеть как плохо ну ё-моё я не хочу дым стратится новый подходит этот опасно тоже стреляет 34 блин очень опасно боеготовность хорошо дальний мутон с приоритетные 64 79 скритом пожалуйста сразу же есть это вам есть снайп хорошо вытелился как раз в общем с апресси мы убиваем ближнего мутона господи какая жара я все думал останусь здесь ну выбегает два пака с милишными мутонами совсем фаршем все танчика у тебя нет close комбат я не успел сделать до свидания помутоны попали это конечно поможет нашему палачу пострелять и на овер перезаряд прицеливаемся сейчас будет подтягиваться остальные там еще три человека и останется соответственно последний пак командирский выбегает овер 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 нет не over говорит да паника но это пас а это новый что ли это новый новый пак что здесь больше 50 явно новый пак откуда здоровый летун ранит меня сразу что это за хрен снайпы не видит охренеть еще один босс блин еще одно ранение мне кажется перезаряжаться спросите что в этот ход я его ну никак не убиваю фотос поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает что михаил покажи имя босса если несложно не могу я показать перезарядка тому пехотинцы у него не халявная перезарядка ее мое получается густой дым и держаться потом лечить срочно может быть лемминга даже подвести сюда он может вылететь дальше я бы и дмитрий михайлов доживел специально возвращаются мутоны пути не ладно что ж такое-то хватит стрелять 61 как как густой дым full cover что густой дым full cover а там кавер сломался ядрить пехотинец лежит 6 ну конечно черт надо светить его снайп не видит его снайп не видит его объект уничтожен боезапас на нуле у него акуриси 140 а может все таки из-за того что кавера не было меня убили нет акуриси у них там лет блин мутон может мне жахнуть гренку если его а его не сопрошу никак не надо видимо а я все равно сейчас приказ могу не достать да на него что приказ классный я хотел бы мутона ранить мне кажется что это бесполезно уже короче это уже бесполезно медика сюда подвезли дым закидывать или не закидывать закидывать ужасно тарелка идет ужасно там еще четыре человека действую а сейчас гренка прилетит более чем уверен выполняю они сваливают свали пожалуйста свалили есть реаниматор детская он рискует там это не кавера это вообще ничего ничего из этого не является кавером мчусь продолжим ряд и тупая пофиг там стабилизировать поставить на ноги там кто то есть я обо всем позабочусь реанимации пошли до свадьбы заживем до свадьбы заживем скоро оклемаешься даже лучше уверенность поставить что если кто вылетит хоть у него будет возможность пострелять потом естественно всеми назад долечиваться что за шум и ждать когда верно возвращаются ли то на тот дикий а мари а и мы будем уже мочить давайте посмотрим что это похититель лорд это босс перки надежная позиция 10 точность опасная зона о е спринтер агрессия тактическое чутье мастер ближнего боя огневая поддержка хаос ну и реген еще поправка на ветер какой ветер повышение все назад короче реаниматор свою миссию и на этот раз выполнил очень хорошо я естественно попробую восстановить еще хп есть у меня хорошо двух медиков взял трындец минус танк минус пехотинец нет сроки там пехоты вперед так остался один мутон один тяжелый литон элитный мутон и командирский пак поняла скорее всего так двигаюсь на позицию жесть выступаю я буду на чеку а теперь в бой продолжим буду насторожен рок-н-ролл что за чертащина мне нужна бронька хорошая сейчас мы делаем передовые технологии брони ну смысле не передовые я уже следующий не торопимся друзьям в идеале дождаться тех упырей да вот они рычат они должны подтягиваться а вас понял это что за звук таких не было снова пытаемся попасть по нему с меткой снова попадаем что удивительно наши чудеса творит пулеметчик добиваем ждем этого ждем а литву конечно добиваем добиваем какую страну берем ту же мексику мексику отдавали вчера на терроре как мутонов прошли мутонов как раз без потерь потом потом еще один пак способ прилетел и пехотинец у нас сдох не сдох а упал упал мы его подняли он здоровый стоит впереди сделаем сейф сейчас главное на последнем паке не отдаться танчик потеряли еще то есть мне его устанавливать полтора месяца вообще не варианта сколько в него вложил но хотя там 80 сплавов наверно даже подешевле будет надо точно делать второй прям без без вариантов боюсь представить просто что было бы с любым другим человеком танчик по крайней мере выдержал первый выстрел от дредноута там что то есть а пехотинца можно мэк нарезать молоды у меня немного и мэка второго тоже пока нет да это третья база что это за шум ну где же ты гад да вот он выбегает очень плохой просто full cover блин надеюсь хоть кто то попадет и он убегает ни в коем случае не отпускать но мы его видим даже отсюда только снайпером 62 хотя бы ранить для пехотинца молодец пехотинца должен добиться а у тебя еще двойной выстрел вообще классно думаешь вообще делать мэк да я думаю сделаем мэка в молоко может ни одного у него мелда нужно много он вообще ресурсный такой все шатали итак а еще элитный мутон прошу прощения еще же элитка хорошо элитный еще запаниковал пусть так как мы смели что разобрались боссом что это было он продолжил бы но сейчас как-то попытаться нанохирургии сделать слишком дорого на 600 баксов стоит то есть у нас будут скамеры эти и можно реально сократить время восстановления на треть бойцов у нас все пять раненых пятеро раненых это пока не так много а захватить элитного может стать захватить элитного это идеально у меня как раз четыре заряда дугомет так давайте сохранимся наверное сейчас в ханкере я буду сидеть просто улыбаться о слон привет слон я сегодня днем за стартовал короче трансляцию и если разведчика зонера на экзальтовской миссии то что торопился сейчас у нас был дредноут он и шатал танчик потом вылетел босс летун который псих ненормальный вот он элитный мутон говорит ну не надо ну ё-моё ну и что мне с ним делать а он там же сидит почему не видели почему полич не видит поняла вас я бы подранил его конечно сначала то здоровый элитный мутон это тебе не кухрым ухрым этого недостаточно без крита только чтобы не жестить ну вот неким мне подсопросить его понимаете неким он сейчас свалит опять на панике занимаю оборону гад обижать туда на командирский пак ой как не хочется я лучше постою вот здесь вот на ханкере просто всеми на всеми это что за звук конечно больше подвести еще тоже по ханкерить но захватить элитку точно надо такого у меня еще пленного нет мутоном лучше перевести конечно снайпок по центру потому что хотя нет нормально просто ждем когда придет в себя вернется чтобы мы могли его подсопросить ну то есть начать контролировать за чертовщина давай это что за звук там застрял видимо еще в командирском паке может быть какой-нибудь там лихтой или сектопод вместе с аутсайдерами командирами очень не тупо признать были ну как вы достали то с этим со своим youtube у нас для записи отваливается и ну и пусть отваливается там что-то есть он не выходит я не тороплюсь он мне уже поторопился танчик валяется что это было что там за звук да блин дух хватит но мутон это прошу не идет не идет барсук понимаете мне неким идти вперед не я что там за звук шум кстати сфиксированному месту я пошла попробую ходы немножко поменять там что-то есть там есть скан есть он там такая архитектура что сейчас он не поможет поняла почему здесь скан направляюсь на тут это что за звук блин как жалко что я его пустил в тот момент жалко что упустил что за черта все да он не идет ну ладно у нас пехотинец так уже потерян правильно что мы ближе поехали сюда этим сюда не надо обучать центром реаниматор поближе пожалуй очень командиром медика тоже сокращаем чёрт делать я пошел о о укрепляем 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 надо было подводить нужно начинать и он там стоит видимо с командирским паком улыб а нет нет он не здесь такая архитектура как будто видите куда-то убежал куда-то он убежал направляюсь на точку захватить элитного мутона прекрасно было что это за шум но он стоит у командирского пака и он судя по всему ко мне не придет надо большее количество людей подводить для того чтобы у нас была возможность уже на увере его принимать что я не контролирую уже здесь ситуацию он может выскочить у меня полуукрытием до свидания но координаты принял я сначала надо с ним разобраться потом понять с какой с какой стороны у нас командирский пак понимаете еще вот в чем дело я пошла я пошла он вообще затаился на скан был последний у этого ну уже шевелись как мне не хочет светить все кто это вот командирский пак там она что за звук командирский пак принято вижу противника с наверно надо бы здесь оставлять там через приказ выводить снайпы снайпы а снайпы видят ой хорошо что я забыл что он может один снайп по крайней мере видит второй снайп тоже видит 62 трындец я имени выцеливал не ожидал попади прошу непонятно черт он не сдох а пулечка он я чуть не видит ближнего даже лучше не всеми назад друзья всеми назад улечи ладно оставляем там где-нибудь вот за этим камерам снайпу возвращаем сюда и остаемся только медикам которые с приказом и с дымом приказ получен командир дыма нет приказы есть или все-таки сейчас попытаться с фулл кавер на приказе отступить но в любом случае ты сюда идешь сюда и или все-таки ждать ход если я сюда добегу я выглядишь и до сюда добегу или вот нет самое главное что я до сюда могу добежать да пробуем с приказом короче есть ну да выхожу время молиться то есть вот ход переживу будет хорошо не переживу сейчас может медик попасться пехотинец может попасться вот он еще должен возвращаться все вроде живем болиен так надо еще бы скан закинуться назад типа на отступление как-то по-хитрому это слишком не очень ладно давай вот отсюда вроде не доходит но подсветить именно верхотуру вот сюда вот чтобы снайпы сейчас ход не теряли там точно мы кого-то заметим они должны подходить я не знаю будет ли угол или нет никого вообще пехотинец бежит пока что сюда начинаю движение оберон не словил уже хорошо медик возвращается вообще далеко 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 куда-нибудь сюда убегает перезаряжаемся выцеливаемся сейчас в ханкерах будем сидеть ждать можно начинать буду держаться тут спешу реаниматор назад еще уходим всеми назад кроме тех кто может танковать это что за звук да есть контакт 96 очень хорошо но он отригенится не по-не по раненому правда стреляем по второму но снимаем 10 хитов там было три изгоя два командира да не два изгоя три сектоида и один командир надо командира захватить элитного мутона он так в идеале по хорошему изгоев отстреливаем дальше просто очень аккуратно действуя причем даже без наверное этих и уже нет смысла отводить я подведу пехотинцы сюда все равно ханкер уходи назад ханкер все передними под фулкаверами ханкерим отстреливаем изгоев они нам особо не нужны отстреливаем трех сектоидов и потом уже к элитному мутону к этому идем да должны они знают где я поэтому так ну я его даже без скана вижу судя по всему или не похоже не похоже но отсюда могу увидеться с богом ага чисто чтобы снайпы постреляли улич тоже видит давай скритом нормальный изгои наверное самый опасный кроме элитного мутона из оставшихся поэтому какой нельзя мутона нет мутона не захватили и не убили еще пока корректируй огонь ладно давай сапресс а то мне кажется что я его не убью вообще никак там такие низкие вероятности не хочется пехотинцем добивать хорошо все осталось три сектоида командир элитный мутон я весь внимание зарядка выцеливание и соответственно ханкер 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 все слияние пошло великое слияние на сектоида конечно баф отлично ждем по анимации может посмотрим по анимации не близко и могло быть хуже вот когда те четыре элитных мутона выбежали с боссом что там за звук вот это уже было мега опасно потому что мы их вы помните разуплотняли исключительно из-за зоне ра из-за того что пулеметчик там рокет все все попали кто-то кто должен попадать вот начинается вот это вот тема с посидим блин подумаем а вот оно великое слияние двое стоят здесь помню что там еще элитный мутон который не паникует уже который знает что делать он мог конечно застрять ой надо же было подойти что же я делаю я же должен был сейчас подходить а нет я и так вижу ну и чего они они стоят на месте просто блин ну там пять человек ждем хотя бы кто-то хотя бы элитка что пришла я захватил потому что если сейчас там пять человек и надо захватывать двоих причем с майн-контролем еще не-не-не это сложнее гораздо чем по одному спасибо алексей вот она слышит слева подходе будет давай все кто-то стоят короче все нет никого да они видимо не пойдут так давайте сейф лот на всякий случай ну вдруг мутон прибежит по крайней мере там здоровый элитный мутон я по нему даже нет у него кажется есть одно ранение но легкое что они реально подвисли просто в одном месте зная где я нахожусь конечно я штурму их базу но их тут в конце концов уже пятьдесят четыре у нас и так танчик по это самое потерпел давай ему тоже подоходи наверное пулич подведу вместо имиджа потому что он так как раз должен здесь стоять чтобы цепануть его сапресс что если сапрессом цепанем то уже скорее всего не отпустим вы готовы зачем-то ну он не алё не бежит это что за звук хотя слышу сейчас шаги может это перемещение да перемещение смотрите раз два три секта это здесь стоят не вроде идут да и мутон справа окей идут идут крайне мере двигаться как-то это командир поднимается шаги слышу ой так ну где кто он если кто это они меняют местоположение но не двигаются черт возьми ну так пять начинается вот эта вот тема нездоровая опять мне надо подходить при этом желательно медика подводить привет мантиш привет я видел тебя немножко сейчас на шашлыках ну как сейчас днем вот заверял стримами будущем все мы это знаем уже иду ладно пытаемся подтянуться хотя бы до до этого центрального кавера блин это тоже реаниматор надо подвести если бы у меня еще пулеметчик был не не хэвик а нормальный то можно было бы стабильнее двигаться вперед ага ну вот надо по клеткам проверить для начала может все таки здесь вот он я не вижу проверю все таки вот так да овервач 17 процентов вон откуда они стреляют противник открыл огонь трендец сейчас еще может при так вот сейчас можно подождать на самом деле потому что это как-никак а горбол и они могут сейчас начать действовать ага начали одна клеточка подсвечиваем вверх кого не видно понятно так может быть самое время юзнуть скан как вообще мы можем простреливать их особо никак не можем то есть если сами вот сюда пройдем снайпами а так здесь видите стеночки и все хоть и треснем вот он справа там что то есть так ну давайте вот так наверное не видно ну да идет кто то и видит мутон 28 да ладно хорошо так по крайней мере мутона увидели блин он без кавера я хочу его подранить пусть критом на 15 мы не должны снести у него ах ты молодец какой а хорошо так мутона чуть-чуть подготовили уже к да наверное надо уже сокращать инжон надо сокращать пуличем и даже сокращать снайпами потому что мы с этой позиции не работаем не работаем они внизу все мне надо как-то вот здесь вот размещаться что ли надеюсь что мутон уйдет спокойно ну то есть не будет темы что он ранен он не должен там сколько было 26 до попадания во-первых должен сместиться во вторых да он отошел назад все окей надо понять как размещаться в принципе если работает великое слияние оно работает можно увидеть сектоидов я вижу только одного поблизости и трасса уходит назад то есть командир стоит здесь в принципе мне нравится тема с выходом в сторону пехотинца потому что мы там уже во первых были можно еще раз закинуть сканчик миша можно закинуть сканчик мне кажется если кидать то самое время вообще-то чтобы понять просто актуальный расклад по а ясно понятно начни сейчас укрепляюсь за дело бегу то есть самая большая сейчас проблема и задача это выставить правильно пацанов таким образом чтобы они могли стрелять вот ну и при этом желательно лишнего не убивать а захватывать а захватывать то есть мне нужен командир сектоидов по-хорошему нет реаниматор не должен идти так вперед резко кавер короче я наверное вот от этого левого угла постараюсь отыграть то есть заходим пехотинцем вот так вот отвоевываем трекляточки первые все остальные за ним все остальные за ним нет пулечи я оставлю здесь потому что сапресс уже с этой позиции работает хорошо прям все снайпы же у меня не готовы не готовы есть выполняю тоже нужно выставить я боюсь вставать на овер потому что вставая на овер ты получаешь шанс ну убить смутоны который будет приходить я на месте буду держаться тут но это надежный в плане ранения потому что у меня полукавер полукавер что это за шум так и что у нас сектоиды поблизости не вижу ага где слияние то первая опция это слияние закончилось уже просто ну так вот элементарно вполне вероятный расклад вас понял выставляем сейчас я попробую закинуть у меня нет вообще никакой инфы относительно их расположения надо куда-то вот туда вот куда трасса уходила закидывается кончик поехали давай там есть трасса одна но я почему-то ой ёпрст так и сразу у пулеча есть идеально просто избавиться бы от сектоидов что снайпы надо снайпов отсюда вывезти раз пулеча видит значит снайпы увидят шикарно давай пора я поехали смотрим видим видим хорошо прицеливайся не увидишь здесь ты да ну и проверить сначала вдруг увидишь не увидишь значит сюда хорошо и ты сюда все стоят на оверах сектоиды вот их как раз бахать и надо я попробую жахнуть по крайней мере по ближнему тем более могу его и пометить и убить даже даже ранить уже хорошо понимаете хорошо подранок есть но мне нужно избавиться от этих сектоидов именно избавиться от трех они разбафаны еще по самой не балуйся выхожу конечно важно сейчас так этого на захват надо овер этого тоже захватывать надо этот уходит в инвиз этот подходит вроде по да вот это кажется наш клиент хорошо снайпы начинает работать 100 189 ладно ранить его нужно в любом случае поехали хорошо 78 78 8 ставим на одного, ставим на второго. А, у нас дабл уже не будет работать. Ну, этих двух сектоидов, скорее всего, сейчас убиваем. 98 и 88. Еее. Все, и останется двое, которых надо оооочень аккуратно брать. Возможно, даже наверх. Для того, чтобы вижны, типа, не было, но пули, чем имеется в виду. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, Дмитрий Михайлов не может, не видит. И не увидит, кстати, уже. Потому что скан скоро закончится, и все. 1-1-1, я всех вижу. Надо как-то совместить сапрессы с этими. Загометчиком поближе подойду. Понимаю, что это рискованно. Что ж поделать. Может быть, даже так. Мне нужно иметь возможность сопротивляться. Понимаю, что у меня, типа, есть этот пулич, но он следующий год точно пропустит. Мне нужно как-то нарычит. Поэтому надо еще как-то подранить. Немножечко, причем. А, и он так подставился. Блин, бои готов. Это должно выходить, по идее. Бои готов. Все, вижена нет. Вижена нет. Винаторул переподписан 3 месяца. Как бы мне сделать так, чтобы ему тона подкоцать, но аккуратненько. Спасибо за переподписку. Короче, надо, наверное, поверху идти инжом под захват. Но не подходить на краешек, чтобы не спровоцировать. Родин Д-3Р переподписан 12 месяцев. Мне нужны сапрессы, друзья. Мне нужны сапрессы. Я проверю все-таки вот таким вот макаром-медиком. Иду. Ну нет, виженом. Ханкер. Здесь двигаемся в сторону ну, тоже под сапресс. Снайпов надо тоже переводить. Я одного оставлю снизу, потому что нужны разные точки. Сейчас конечка, дверь открою, а только ты не справишься. Снайпов надо тоже переводить. Так, друзья. Надо захватить живых командира и элитного мутона. Блин, ну элитного мутона. Очень нужно. Прям очень нужно. Укрепляюсь. Чем реально нужно ханкер делать? Сюда участвую. К бою готово. Мутона подбегает ко мне. Я точно в этом. Я уверен в этом. Сиктоид стоит все еще там, где стоял. Пытаемся подсветить мутоном. Выполняю. Его нет. Ханкер. Я на позиции. Буду держаться тут. Ясно. Не шагу назад. Уже выдвигаюсь. Поняла вас. Кима, кормя, 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 кормя. Он здесь у меня прям. Так, пулич, можешь сопрессить? Может сопрессить. Шикарно. Мы начинаем с сопрессом. Я знаю, как можно быстрее его захватить. Так. Инш у меня оказался не на позиции. Тамовер у сиктоида нет. Подсветили сиктоидом. Я бы подсветил того сиктоида, попробовал снайпами его снять. Что он мне может помешать. Не видит снайп. Не видит снайп. Этот видит только этого. Так, варианты. Его нельзя фланговать. Черт возьми. А, стоп, сектоид-то пропал почему-то. Возможно, я его... Ммм, стоп, а может быть... Не, давай попробуем рокетом его бахнуть. Хотя бы раним, снимем кавер и... Будет жарко. Но все равно ракеты уже некуда тратить. Отлично. Девять хитов сняли. Курлоки. Так, попробуем... Снова подсветить его. Да, видим. Нет, не видим. Фаст, подчеркивание, Гонзалес поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Просто удачи. Чомандер. Спасибо большое. Ну так себе. Вот он бы и готов. Этот подходит ближе. Хорошо, он сейчас не угрожает. Итак. Во-первых, делаем... Сапресс, чтобы его нейтрализовать. Потом, скорее всего, даже не флангуя, попытаться. Не флангуя, попытаться... У него снять какое-то количество... ХП. Попробуем... Инж пока не может подойти. Галлюцинации, да? 70% лазерная. 5 единиц, 7 крита. Да, давай так. Хорошо, уже нормально. Уже можем пытаться захватывать. Тем не менее, не в этот ход. Надо сделать так, чтобы у нас... Ты спустишься же здесь? Да, спустишься. Ты подходи сюда. Это же не будет фланг? Не будет. Ханкер. 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 С медиком. Я думаю, может, не закинуть шлядую еще, поэтому по... По сектоиду, он мне бесит. Нет, короче... Ханкер, 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 ханкер. Готовность, командир идет. А, это сектоид. Так, снова овер. Снова овер, друзья. Тот не под овервочем. А, нет, это командир. Это командир подошел. Окей. Пытаемся... Захватить мутоном. Да, две попытки. Давай, родные, сразу домой. Давай. Ну. Нет. С пистолета, может, надо было его папу попросить. Могу сейчас опять его убить, блин. А может, кто-то его покоцать попытаться, ну? Это Крис. А что у него по... Интересно, точность. Да, понятно. Отвратительно. Нет подходящих объектов. Кайф. Серьезно, да? Ты нашего не видишь. Просто шикарно. Должно повезти, чтобы захватить. Есть! Захватили! Захватили бутоны элитного. Отлично. Так, надо подкоцать этого бы желательно. Здесь, видимо, надо всеми рашить. Потому что мы подставляемся всеми. Он может как раз нас под это самое... Под контроль взять. Поэтому моя задача сделать так, чтобы в любой ситуации мы могли... Там все кто и отбитые... А у тебя что за пушка, кстати? Что у тебя за пушку, скажем? Лазерный пистолет-пулемет. Я могу флангануть, конечно, но это реаниматор подставляется немного. Давай сапресс. Подставимся вот так. Патронов больше нет. Ну что, нафигел? Смотрим. Один процент. Хорошо. Кративник открыл огонь. Бегает. Отлично. Возможно, стоит на овере. Скорее всего, стоит на овере. Блин, не дропнуться. Ну, понятно, что мы должны вот сюда куда-то бежать. На захват. Возможно, даже в данный ход пытаться это сделать. Часар поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает... Миша, привет. Привет. Чатик, привет. Привет. Так, а что делать? Как мне быть? Как мне вот того сектоида за это самое левого завалить? Может, шедой закинуть в него? Шеда 7 урона. Да, должно зайти очень хорошо. Поехали. Ну, просто он мне мешает со своим овером. Я не могу подсократить. Только подранок. Так, этого нужно довести тоже до кондиции, до нужной. Причем не флангуя при этом. Понимаете? Не флангуем. Так, мне не хочется. Ладно, давайте пистолет пока этого долбим. Да надо, надо его доводить. Ладно. Выполняю. ГГ. 40%. Попадает, сучок. А ты как по нему? 84. Я верю в тебя. Молодец. Хорошо, броню не пробили. Остался один. Я бы, конечно, подлечил медика медикам. Я в пути. У него самая большая опасность, это, скорее всего... Слушай, какая разница? Мы же его не сопрессим, правильно? Давай пистолета бахаем по нему. Во, уже три хита. Но его бы я довел прям до... До самой-самой-самой, до одного-двух хитов. Для этого нужно просто выстрелить из обычного пистолета без... Без крита. Или сможет пистолет нанести урон? Может ли пистолет без крита нанести три урона? Не может. Скип. Бежал. Прячется. Кажется, не может. У меня есть две попытки. 20% крита. Класс. Это не дело. Давайте, ноль крита. Блин, у него три урона, что ли? А, он рейнджер. И ты тоже рейнджер. Нельзя с наипами стрелять. Пора пробежаться. Ни у коем случае. Ни у коем случае. Я подсопросил его, чтобы не убегал от меня. Я знаю. Открываю огонь на поле. Один-тревскобочкой. Нет, нет. Там, кажется, все-таки не так работает. Повезло. А пехотинцы у меня два урона. Нет, 20 крита. Нет, нет, нет. Блин, может, не стоит. Может, так пытаться захватить. Так, плохо. 48% давай. Блин, вот как с гусевода. Сапресс. Перезаряжаем медикам. Давай лучше так сделаем. Я снова в строю. То есть, моя задача стрелять из пистолета. Людьми, которые не критуют. Интересно. Хотя бы двоечку снять. Уже последний мне тут. 27. Ну, классно. 37. Давай. Промах. Почему я не сопрошу его для начала, чтобы получить метку? Потому что у меня нет сопресса. И здесь тоже нет сопресса. Класс. Оба сопресса просто похерил и все. Ладно, я надеюсь, что он не попадет. Скип. О, контроль над Дмитрием Михайловым. Ах ты, гладь. Все в порядке. Ситуация под контролем. Все захватываем, сучка. Уже нет шансов. Давай, родной. Пошли ко мне. 42. Нет. Он еще на ногах. Что-то пехотинцам-то не пострелял для начала. 7 же процентов. Ну, 25, я понимаю, но... Ну, ядрит. Ну, как так? Ну, ее красоты, ну... Курлык. Вот это надо было раньше сделать. Приказ о последней попытке, друзья. 48 процентов. Давай, давай. Есть! Идеально! Ну, кроме потери танка и ранения пехотинца серьезного. Захватили элитного мутона. Захватили как... Ох. Приказ. Да я в курсе приказ. Хватит там, блин, сам в шоке. Ну, что за подсказки-то опять непрошенные. 48 дней. Тяжелое ранение. Так, ну... Это дабл пока. 5 меткостей хит. Еще левелап. Блин, вот... Я, наверное, стабильность возьму, потому что, да, двойной выстрел с хорошей точностью это очень важно. Конечно, тут зона ОЕ, но у меня массовый сапресс у танка, и этот должен попадать. А он не попадает с такой меткостью 78. Гиперволновой, тяжелый плазмер, труп сплавы. Пленный элитный мутон, пленный командир сектоидов. 160 сплавов, 120 лерия. Игры пришельцев. Стасис камеры, кстати, большинство на продажу. Ой. Да, миниган, улучшенный панцер. Ганка 2050, переподписан 2 месяца. Итак, во-первых, продаем поврежденные. Игру продаем. 300 баксов сразу на руках. Сразу ремонтный ангар. Ремонтируем. И, скорее всего, я закажу еще один танчик. И сплавов имеется в виду, потому что без него никак. 200, да? Жалко. Мне, правда, все равно придется без него этом месяце проходить. Следующую базу в этом месяце. Ураненых много. Форы поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Поздравляю с третьей базой. Это было красиво. Надеюсь, четвертое будет только завтра. Пора спать. 3 часа ночи. Да, у кого три, у кого не три. Короче, смотрите. Я не хочу дорогостоящие. Просто прицениваюсь к передовой хирургии. Чтобы на 30% и 20% операционных, 20%. Остальные, типа, можно продавать, да, насколько я понимаю. Да, мне больше не понадобятся они. Кто из экспертов подскажет? 180 на нас плавов. Лерись, плаваем. Я бы хотел серию проекта в Литейке сделать. Там и на патроны можно, и на ресурсы можно. Запросы приходят, но редко скип. Так, во-первых, скорее всего, вместо мобильной силовой я быстренько допрошу... Мы не можем вскрыть командира, еще нужен один труп. Так же, как элитного, тоже не можем. Ладно, мобильная силовая. Строк поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Красава Чомандер, когда на стрим поиграешь в захваченную игру пришельцев, пили анонсик, минус. Учитывая Лерии, я все-таки, да, запросы повыполняю ради дефа. Посмотрите, у нас по плану еще запуск спутника и отбивание ЮАРа в этом месяце. Что у них по резам? То есть мы отдали в этом... В прошлом месяце захватили две базы. В этом месяце прилетел террор в Мексику, отдали Мексику, помогли, даже мирных поубивали с рокетов. И вернули ее. В конце этого месяца, ну или в принципе в этом месяце, запускаем спутник в Австралию и в Японию. И под это как раз нужны деньги, под литейку и прочее. И, скорее всего, я хотел бы штурмовать еще одну базу. Надо БМП восстановить, кстати. Он долго восстанавливается, блин. Конечно. Может, кстати, побыстрее, за 28. Сплавы, да, кстати, почему нет? Дешево вообще. Да, пищу оленей же еще можно продать. 60 баксов. Блин, он три лазерной винтовки сделал, что я совсем забыл. Это у меня... Ну или хотя бы парочку. На замену прилетит. Давай так. Так, что у нас там по экзальт, кстати? Экзальт надо сканить будет сейчас. Но я не знаю, с кем мне лететь. То есть... Обычный танчик просто раздраконит. Инвизный у меня вернется через 17 дней. Гриша, грач. Панцерка для снайпов. А, еще разбитый уныло у нас маленький, сейчас будет. Ладно, полетели на ИНОС. Миссия Совета еще не было в этом месяце. Так, ну я в любом случае беру захват. Один. Аннет, берем. Одного пехотинца. Блин, снайп-отом надо брать. С выброшенным прицеливанием. Пулечи надо на тэп прокачивать. Может попробовать качнуть развидосом? Да, наверное, надо брать разведчика с собой вот на эту миссию. Химка есть. Блин, хоть второго инжа бери реально. Аннет у нас идет сразу же с имплантом и с хитином. Ну, чтобы, вы понимаете. На фуриях дадут четвертый ранг бойца. Можно инвизора качнуть. На фуриях? Я просто не доходил до этих миссий. Поэтому, не знаю, что там дальше будет. Четвертый ранг бойца. То есть мне, это типа миссия совета, да, прилетающим? Снайпер пока пустильга. Давай, Гаусс, у него есть перезарядка. Третья миссия в линии псевдоников. Понял. Понял. Так. И она теоретически должна в этом месте прилететь. Ну, по логике. Можно взять... Вот я разведчик типа зонера еще, но... Ну, может быть взять вообще... Нет. Короче, если качать, ну, база, то вот разведчика зонера. Хотя я как раз его потерял, и он... Предзвонился с Пашей Шанэш, потому что штурм севшей баржи на время... Звучит, конечно, мега дико. Так, еще один слот. А, я рокеты не взял. Берем рокеты. Нас не хватает. Нас не хватает, броник. Ладно, густые дымы у нас есть в любом случае. Знайпер нормальный, пехотинец. Ну ладно, поехали. Сбили этот разведчик. Сейчас активность, конечно, очень низкая у них. Но все равно приходится летать. Готовимся к... Поехали. В этой миссии есть хитрость. Таймер не запускается, пока не пересечешь сприленную границу. Можно всегда отцеливаться со сканером. О, надо будет посмотреть. Рейнджер. В районе крушения противник не обнаружен. Надо будет посмотреть, как эта миссия проходит. Вас понял, Рейнджер. Штурм-1, попытайтесь войти. Так, помним, что хоть и сбитый разведчик, но... Хм. Здесь может быть просто пак из шести человек и до свидания. У нас не совсем нубасы. Что-то я не узнал респ. Только сейчас понял, что это за респ. Это вот угол, да, здесь внизу. И гора. Сейчас нам прямо по курсу двигаться надо. Знайпер, пожалуй, уведу пока сюда. Аннет. В идеале, конечно, ей держаться поодаль. Но таким образом, чтобы она давала еще остальным защиту. Что-нибудь, десятка дефа. Десятка дефа всем вокруг. Слушаем, что за пак? Фингманы. Соло? Сложно сказать. Давайте пока разместимся. Я не хочу рубить, ну, включать дальше движение, еще один. Потому что непонятно, в какой они стороне. Могут прямо по курсу, в сторону тарелки. Они могут быть справа, например. Это мы лучше... То есть тарелочка у нас, все-таки тарелочка. Я вижу мелд. Вижу двух аутов внутри. Нашумели-то не ауты. Нашумели люди левее. То есть пак будет вот здесь. То бишь... Снайпер стоит неплохо. Ясно. Оставляем рокеты, подводим ближе к пикотинцам. Главное, опять же, не торопиться. Легко. С места не сдвинуться. Лучше осторожнее. Держу сектор. Смотри, ну, оба. Блин, справа еще что ли шаги? Я вижу только аут. Почему они вот здесь прямо на углу стоят? Блин, плохо. То есть они левее мелда. То есть они реально вот здесь вот стоят просто. Был бы скан, запулили бы им. Да, плохо я сделан. Надо вывести рокеты так, чтобы он в следующий ход смог достать ракету. И туда. Не, можно начать с пуллаута. Высобь. Сканирую. Готовность номер один. Я на чеку. А это что за звук? Блин, справа вроде. Ладно. Плохая куточка. Поехали. Поехали. Не видно. Хорошо. Я пошел. Это лучше. Выполняй. Готовность номер один. Буду насторожить. Держу сектор. Сделай. Готовность номер один. Ну. Ну вот и где они шумят-то? Эти упыри. В пути. Вроде были слева. Надеюсь, меня не подстрелят. Надеюсь. Значит, буду тебя гранировать в твой сектор. Готовность номер один. Буду насторожен. Не, это звучит аут. Что это за шум? Ладно, друзья. Давайте размещаемся здесь. Пишу туда. Размещаемся здесь. Чтобы все могли стрелять. А на это поставим прям по центру за двумя полными укрытиями. Рокеты. Желательно все-таки вот так, но что маловероятно, что ауты уйдут влево. Они скорее внутрь тарелки пойдут. У снайпера уже, оказывается, меньше возможностей на повоевать. Марксман такой себе. Что-то мало народа. Хотя химка есть. Инженер. Это пара рокетов есть. Да, все-таки справа. Сычки, а. Минус один. Сикеров миллион. Кислота. Ну, это шеда. Это точно шеда. Сюда надо прям шеду бахать. Нормально. Шеда прям шеда. Сколько их там? Четыре, я вижу троих. Слушайте, а может быть второй пак? Хотя нет, пять-пять не может быть. Там же девять максимум. Или нет, или десять-одиннадцать. Проявили еще одного сикера. Хорошо. Восемьдесят восемьдесят два. Снайп не видит. Марксман видит. Надо качать его, но он не добьет. А что пулечи-то? Давай, попробуй попади метку поставить хотя бы. Девяносто раним просто. Марксманом добиваем. В теории может быть даже один пак. Я попробую медикам добить. Но это маловероятно. Но лучше попытаться, короче говоря. Не, это может быть вполне последним. Вполне. Я, наверное, пойду сразу. Сейчас выцелить следующий год. Пойдем. Что это за шум? Причем я пытаюсь сразу спулить. Ну, чтобы мелк. Хотя мелк собирается очень хреново в такой ситуации. Ту-ту-ту-ту-ту. Тирири-и. Пойдем. Жамбы еще подсократить. Это он со своими кислотными гренками и с потенциальным захватом. Я пошла. Скоро буду. Эти норм. Она тоже стоит хорошо. Хорошо. Ясно. Начинаю наблюдение. Слушай. На следующий ход мы открываем дверь. Да, сразу открываем дверь. Направляюсь на точку. Они вот здесь, судя по датчику. Вижу противника. Ага, один близко, другой не очень. Угу. Видимо, одного шестьдесят три. Рокки туда бахнуть не сможем. Шестьдесят девять. Нет, не сможем. А нет, сможем. Давай лучше тогда по нему. Что его мы можем убить. А ближнего будем захватывать. Ладно, давай лучше по центру. Я понимаю, что там компьютер задеваются, дела. Но мы не снимаем у него ковер. Путин не ладен. Возникает резонный вопрос. Какого хрена? Что нам делать? Что? С двумя там. Ближнего явно надо сопрессить. Слишком опасно. Ой, мы с ней коверами. Нет. Оказалось. Я думаю, дальнего нужно просто гасить химкой. Потому что мы его никак... А, он не бахается химкой? А я не знал. Ой, хорошо, попал. Смотрите, какой урон. Конский. Блин, ну поэтому 90-й. Ну вот, по-прекине, что все. Давай, скрытым. Я думал, можно. Ух! Вы видели, да? И ближний, конечно, пытаемся покоцать. 90 раз. Она от этого прикрывает. Буду сидеть тут. Бахается, говорит. Разбахается, бахает. А на наших действует химка? Наверное, действует. Ну и... Ну и... Поправка найдена. Танкер, окей. Ладно, пофиг. Заходим. Ну, ё-моё, ну. И как мы будем сейчас его... Не, надо уводить назад, пехотинца. Я чё-то чушь какую-то сделал. Просто чушь. Лечу туда. Просто чушь. Накрыть. Накрыть. Плохо. Такий вариант. Так, пошла. Плохим гранатом. Слата, хорошо. Работает. Работает. Латва. Мне кажется, я могу вот отсюда как-нибудь найти место. Угу. Нет, так нет. Один процент. Ирегенит как без просто. Так, давай-ка еще один сапресс. Ой, снег сняли. Ну, ёпресса, тэнф, как так, ну. У меня только один шанс на захват будет. И здесь нельзя атаковать, потому что... 5, 9, 58. Видимо, пистолетами. Поехали. Хорошо. 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 Так же, кто же, пожалуйста, с пистолетом. Ну и пытаемся захватить. Приказа нет, потому что я дебил. У меня один... Да! Можно я подстрелю пришельца? Можно. Стреляй. Шеф, от... Если все задания будут заканчиваться как это, у лунатиков нет ни шанса. Отлично, захватили. Так, ну что. Захватывает ли мне в этом месяце пытаться ли базу вторую? Ключ есть. Но нет человека, который может... Так, скан экзальта срочно. Секретные операции. А! В Германии есть ячейка. Что-то про нее забыл совсем. А, там минус 300 было, видимо, да? Отправляем. Оперативник XCOM направлен для нейтрализации экзальт. Вот если посылать, то кого? Базового огрома. Ну, база разведоса. В хитине, типа. Ой, не в хитине, а в этом. В хамелеоне. Или дождаться все-таки инвизного разведчика и не штурмовать в этом месяце базу. Алинтек левел 6. Ресурсов. 50-60. 47. Нормально. Ты не успеешь, а сплавдый делал до конца месяца. На 11 дней осталось. А если сделать быстро, сколько мне это стоит будет? 11 дней, кстати, я успеваю. Быстро за 6. Какой у нас месяц? 11 дней. Сентябрь. В сентябре, кажется, 30 дней у нас не успеваем. БМП устанавливается быстрее, чем строится. То есть, если ускоренный вариант, ну я потрачу все свои сплавы. Это прям... Короче, в любом случае заказываем. Потому что у меня должен быть БМП на замену. Через 3 дня я смогу запустить еще спутники в Азию. И стартануть проекты в литийном цеху. Не знаю ли не. У них всегда на такие вещи, кажется, находятся ресурсы. Трое раненых пехотинцев. Снайпер, инженер, разведчик. Пулич. Все тестирование идет. Мобильная и силовая делается. Я уже отправила новичков в лабораторию. Если бы у меня совсем много денег было, я построил бы второй пар и начал бы бомбить, вот убивать эти два генератора. И здесь так из мастерских делать. У тебя два инженера, я спутниковый новый сделать не могу. Ты на базе больше отыграешь, чем потратишь строить быстро. Да, но сейчас тогда я не сделаю проекта в литийном цеху пораньше. В этом месяце. Или реально переплатить 40 сплавов, чтобы гарантированно... Да, давай переплатим. Согласен. ВМП сплавов отменяем. И производим. Жди розведа. Розвед. Спасибо за совет. Поехали. Так мы успеваем просто. Итак. Ну что. Тяжелой пулемет Гаусса еще прижойнется к нам. Поехали. Шеф, спутники запуска готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. А что у нас по самолетам? Там должно быть ровно, да? Ровно, ровно, мега ровно. Даже в Южной Америке, где у меня народу нет. Но я как раз, если буду штурмовать, то в Южную Америку полечу. У них, видите, нет ресурсов. Перечень запросов, что там. Трупы дыхляков. Ах! Я их не продавал. Пабло подчеркивание, е-чабар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Привет, Розвед. Розвед. Блин, не хватает трупов, наверное. Ну я на аптечки потратил 20 штук. Но я их очень долго не продавал. Очень долго. Ну и гранаты сделал Химку одну. Там тоже пятнашка ушла. Да, жалко. Ну помним, если вдруг сейчас будут. Я сразу повешу модули в Азию, потому что у меня там все равно прикрытие есть. Так, больше шансов. Вот он мой родной. Смотрим. Запуск спутника. У нас 9 из 13. Япония. Пошла. Раз. И Австралия. Пошла. Два. Бонус политеки есть. Еще два спутника. Один есть. И кажется, должен еще один делаться. Да, один делается. Ну, типа на базу я все равно могу сейчас запустить один спутник и штурмануть. Пять дней. Надо принимать решение скоро. О, стоп. БМП из плавок уже 3 дня. Нифига себе. Да, реально успеваем. Давайте запускать тогда штурмовать базу. Я полечу в ЮАР. Ключ у меня есть. Перепроверь. Последний ключ, кажется, есть. Да, ключ есть. Запускаем ЮАР. Все проще накрыть, конечно, Аргентину и Бразилию. Бонус допросы. Энергия. Не знаю. Какой регион ценнее. То есть я еще один спутниковый модуль в начале следующего месяца штампану, скорее всего. Потом будет под 60 НЖ уже. Эти просто две страны, проще закрыть, понимаете. Скорее всего, их выгоднее брать. Похищение плюс регулярные миссии. И бонус тут по деньгам будет выгоднее. Время немало. А, но в Аргентине поехали. Все уже измотаны. Переводим сразу в Южную Америку самолетами. А, там и есть как раз они. Отлично. Это в Африке пустовато. Один самолет я переведу заранее, чтобы не забыть. Чтобы там может быть активность. Две лазерные, окей. Да, модулей хватит. Джек, ну, опять, опять начинается. Так, ремонтируем потанчик. Тяжелый пулемет, панцерка, маленький разведчик. Полетели. Тут опытный пилот, есть один. Еще один развед прилетел. Разведчик это пять ресурсов оленей. То есть это самое-самое простое, что они могут сделать. Самое дешевое. Да, Бразилия бустер. Он попадает сразу в Африке. Сейчас били. Еще одна маленькая наложка. Городской жилой массив. Это хорошо, что есть миссии, на самом деле. Что можно подкачать народ. О, этот уже с густыми дымами. Медик, хорошо. Надо бы, наверное, взять тех, кто готовит склеволапа. Например, вот снайпер Дыча. Он с выборочным прицеливанием сразу после этой миссии будет. Колоссально его поднимет. Рокки, ты психи. Естественно, я возьму кого-то из опытных. А, экзальт, когда у нас? Два дня уже экзальт. Ну там мне должны два отряда вернуться в течение двух дней. Да. Все нормально. Когда будет 3К-медики, надо будет уже в школе офицеров повышение давать им. А тут уже двое так. Мне казалось, что был еще какой-то пожестче. Нет, их только двое. Так. Лучше пехотинца не брать на... Пехов генных докачать. Да, генные пехи, конечно, очень важны. Потому что мы в них там по 2-3 мода закинули. По 3 мода закинули. Они очень крутые. Хорошая идея. Разве отлиминка с фатигой? Да нет, вроде не вышло. День. Ну, может подождать, конечно. Да, давай. Там и панцирка будет, и гаусса будет. О, тяжелый пулемет. Отлично. Сейчас посмотрим, успеет ли он выйти. Не успеет. 2 часа успевает. Да, успел. Чтобы реально качать его. Но это не инвизный, конечно, товарищ. Но... На замену нашему текущему бы пригодился. Так, гаусска. Блин, и такие косые, трындец. Ну, потому что молодые, они ничего не умеют пока. Я, наверное, даже лазерную винтовку дам. Ну, не попадают они. Для компенсации прицел. Снайпер-нубас. Без перезарядки, поэтому снайперская винтовка. Оптика и прицел. Этот снайпер на страховку. То есть у него и точность повыше, и... А, у него перезарядки все равно нет. Ай. Точность у него далеко не абсолютная, блин. Ладно, ну маленький сбитый разведчик. Что там было? Два аута до пака из 5-6 человек, все. Сейчас, наверное, возьмем еще одного более-менее сносного товарища. А, тут же пехотинец у нас... А, он с генами, он не топовый, но он с генами. Но у него хорошая меткость. То есть точность 82 для человека с тремя званиями, это хорошо для пехотинца. Это очень хорошо для пехотинца. Так, и кого еще взять? Кажется, у нас не было пули, чего-то пули один вышел. Но топовый сюда не нужен. Здесь пропускаем точно одного топового, второго, возможно. От этого можно докачать, типа. Даем ему сразу тяжелый пулемет Гаусс. Ну ладно, хрен с тобой. Так, медик есть. Рокет есть. Захват будет. Да. Был у меня захват в прошлой катке. Если я беру... А, у меня два инженера. Может быть, получится. Блин, кого качать? Пехотинца вроде нужно качать. Ладно, забили на разведчика пока что. Ну, опять вот эти вот темы с захватом. Густой не особо нужен. Где химическая граната, извините? Спряталась. Спряталась. Ключи просто у меня уже. Закончились ключи в чем дело. Это проблема. Поехали. 23 сентября. Дальше у нас миссия к Зальтам. Чем дальше, тем сложнее эти миссии. И, скорее всего, штурм базы в этом месяце второй раз. Штаб, ответьте. Рейнджер, как я ненавижу эту карту. Приближаюсь к точке. Штурмовый отряд ждет приказаний. Подтверждаю рейнджер. Ну хоть резко, самый плохой. Два! Пока сразу! Я тут никуда не двигаю. Так, если что, просто ивак. Что-то я... Я шагу не могу ступить. Вводим снайперов и прицеливаемся. Руки там. Там трое слева, двое, трое справа. Готовность номер один. Охрененный резко. И муха не пролетит. Ну, подходите к нам. А сразу пулиться. Сразу мутон и трындец. Попадание. Что-то милишный, что ли, еще один? Не, два лета летун мутон. Хорошо. Все главное, чтобы правые не подошли. Вот это вот. Значит, в другой раз. Да, не подошли. Хорошо. Не экономим рокет сразу. Штор. Штор. Это надо будет подсветить обязательно. Давай лучше бахнем этот датчик. Да, пак все еще там стоит. Будь он не ладен. Но он статичный. Увидели Литона. Задача для снайперов его снять. Ай, молодец. Казалось бы, чего волновался, да? Я снова в строю. Подходите, гады. Ну, если бы это, например, было там пара милишных мутонов или там какими-нибудь мехто, второй пак подошел бы сразу же после этого. Ну, а бы реальные проблемы. Можно начать? Ну, я понял. Второй пак последний, потом рашид будем тарелку. Короче, здесь... Еще один ход подготовлен. Все, что позволили. Отличный медик стоит. Шикарно. Нельзя. Уже иду. Гляжу в оба. А4 бой. Ну и пулем направо, идем к этим мутонам. Еще двум-трем. Трем-трем-трем. Трем-трем-трем. А, здесь милишный мутон. Добрый блин день. Че пулейч 53, кайф. Не экономим, что-то сразу бахаем. Ну, нахренел мутон. Куда ему 26 кп? Беру мощный заряд. Да. Ой, мне мутон же надо захватить. Слушайте, я же не захватил живого такого мутона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, маленький мой, иди сюда. Так, один из хитов. Давай. С пистолета, но там шеда, можете с пистолета его бить. Да. Еще плохо. Если крит... А, оно и так убьет, да? 4 кита снесет. Да, 29 процентов это нереально. Ладно, я надеюсь. Есть! Координаты получены. Давай, родной. Какому-то мир? 54, давай. Есть! У-ху-ху! У-ху-ху! Так, что делать? Опять, медикам надо. Рисовер. Ну, дальний меня пока не видит. Это за сапрэшн. Вроде всего. Оп. 72 класс. Что-то в малом. Лежит маленький, вы видите, какой? Ой, поспит. Черт. Давайте. Одного надо бахать, потому что... Ну, на овере стоит. Че он стоит? Подсветил бы. Посмотрел, где второй. Убирается ближе. Убирается, значит. Да. Лучше дальнего, на самом деле. Снимать. Отклонение слишком дикое. А, да другое дело. К тому можно как раз попробовать подзахватить, но... Нет. Лучше ближе захватывать. Если бы пытаться, то захватывать ближнюю. Мне пушки еще нужны. Подходим. Скорее всего, это последний пак. Период. Давайте на него кислоту закинем еще. Чтобы совсем было ему хорошо, чтобы он никуда... Он и так никуда не денется. Но он может хп потерять просто с лотой. Че... Это самое... Да. Время терять, правильно? Куда отступает? Хп готовность. Борь. Ну, не самый умный, да. Вот он. Еще один сопресс. Надо его как-то покоцать. Опять же, как-то лайтовенько. Там не есть пехотинцы? Ну, или медикам. 44. А, во, кстати, у нас пехотинцы сверху может пострелять пистолет. Сейчас попробую захватить его сразу. Может, даже через приказ он есть. Только не крит, друг. Отлично. Да зачем тебе боеприпасы? Все есть. Давай, мутончик. Домой, к нам. Он еще движется. Вот один... Я бы на изгоя оставил, на самом деле. Придум. Как вам добить? С пистолетом? Молодец какой-то. Почему бы, как говорится, и нет? Сау, подчеркивание, Вардин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Здравствуй, Михаил. Красивая идет игра. Удачи. А, нет, еще есть третий пак. Слушайте, ну, по крайней мере, мы дошли до такой стадии, до которой никогда не доходили до этого. В этом плане, конечно, получше. Да, есть третий пак. Вот он в районе тарелки. Надо заведовать все-таки снайпов наверху, чтобы эта шляшка ему не мешала. Датчик движения еще один есть. Надо использовать. Есть, выполняю. Но не сейчас. Сейчас пока пулечи потестим. Выполняю. Да, ключи-то у меня больше нет. То есть, всяких трупов разных много. Но вот... Проверю. Так, все проверка. Все равно я не дошел до той клетки, до которой хотел снайп подвести. Подводим барсуков наших. Ну, вроде как, по этой миссии пока правильно идем. Берсеркера, который у меня не был, насколько я помню. По трупам, конечно, мне тоже Берсеркер одного не хватало. Все еще не хватает. Они чуть правее, я боюсь их спорить. Поэтому сначала проверяю клеточки, потом выставляю снайп. Это ключевое. Здесь можно чуть-чуть пододвинуться, но... На самом деле, он не спорит. Пулечище, чтобы выставить хотя бы... Шаги, значит, близко. Я пули, скорее всего, в ход отсюда. Тем лучше. Размещаемся наверху. Это не ковр. Это какая-то подстава. Приказ получен, командир. Начинаю наблюдение. Стоп, это не первый победный? Нет, это первый победный. Просто оговорился. Да, они там часто сядут. Выбегают. Окей, 97 стреляет пехотинец. Три зеленых мутона. Еще 70. Вижу командира, 50. Поправка на вечер. Три мутона. Три веселых друга. Видим двоих. Только про... Только про... Левых для снайпов. А ты видишь как раз того, кого не видит никто другой, да? 65. Пулечи видит. Ну, все понятно, короче. Кидаем сюда. Рокет. Дальше начинаем. Пострелили вот снайпами. Ну, конечно. Сейчас по-левому надо критануть тоже попытаться. То есть ранение-ранение, два пехотинца-палача должны пытаться добивать. Здесь, потому что медик. Ну, потому что может попасть, убить. Вот мы совершенно спокойно стреляем по этому. Раз. И вторым пехотинцем. Пытаемся его добить. Хорошая вероятность. Сто процентов. Все. Ну, три пака, я думаю, хватит. Феромоны еще сразу свои распространил. Не, мне кажется... Все. Больше не может быть. Все, поехали. В сторону тарельки. Я пошла. По полуходам. Там надо где-нибудь в середине процесса ее знак датчик. Я знаю. Выхожу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Поняла вас. Ой, спасибо больше. Что такое? Класс. А, Чаковский, класс. Реглама. У. Ммм. Спасибо. Рок-н-ролл. Двигаюсь на позицию. Понимаю сектор. Смена магазина. Годите, гады. Вот так. Я снова встречаю на зверь. Ну и попытаться захватить аутов. Потому что, повторюсь, у меня уже... Координаты получены. Так, а давай-ка пулеметчикам все-таки... Нет, смысла нет. Я уже и так пробежал. Насколько далеко, что... Направляюсь на точку. Да, командир. Два аута. У меня два снайпера. Причем пулеч тяжелый. То есть, я сопрессить могу только... Только одним. Медиком. Там что-то есть. Грянок других у меня нет. Они прям по курсу чуть левее. То есть, вот здесь стоят. Снайпов, наверное, все-таки оставлю. Потому что они теоретически могут пострелять. Теоретически. Главное, спалить их справа, чтобы они... Координаты получены. Как-то. Сдоров, мехатинцы есть. Подрашивать можно и... Координаты получены. Главное, одного упуску умудрится убить заход. А второго подсопрессите. Все, уже будет нормально. Что это было? Как с ком больше всего нравится в плане баланса, это... Это лучшая часть в плане баланса, в плане геймплея. Ну, она... Единственный ее минус для людей, которые... Ну, стоп-фактор такой. То, что реально здесь нужно косарик часов не играть. Ну, или ставить минималку и сейвами играть. Иначе... Ну, очень много просто нюансов. Очень много нюансов. Механики. Я знаю, игрыши определенного. Unreal. Ладно, Рокки, не полим. И ОПРС это, они сразу рожат меня. Ну, это на самом деле хорошо, потому что Пуличи видит обоих снайпера. Они видят никого. Это сразу минус. Я бы попытался... Убить как-то ближнего. Что-то тут совсем все плохо. Ладно, на этот кавер все равно никто не движет. 65. Охренеть. Координаты получены. Спускаем снайпов. Координаты получены. Ход продержаться надо. Короче, дым-сапресс-сапресс. Да, дым-сапресс-сапресс. 40-го нейтрализуемых. Можно кислоту еще кинуть, чтобы инженерам ход не терять. Сопросить этим лучше, наверное... Да не важно, кого. Медик видит обоих, поэтому... Огонь подсеркнул! Было ближнего, спросить. Я же его собираюсь сейчас убивать. Поняла! Кажется, мы подходим. Пробуем закинуть кислоту так, чтобы... Я не знаю, как она проходит или не проходит через каверы. Пытаюсь закинуть. Работает. Это выставим сюда. Надо пытаться коцать, я понимаю. Маловероятно, но надо... Оооо, 7! А это, видимо, из-за кислоты дэмэдж редакшн, да, такое? Классно. Ближнего пробуем убить. Он нам особо не нужен. Ну, или захватывать его будем. Не важно. По порядку, скорее всего. Ближнего будем захватывать. 1%. Достой дым, сапресс и ранение. Это маловероятно. Второго тоже 1%. Все, снайпы наточкин. Надо единственное вот этого как-то... Покоцать. Деликатно. 6 урона, крит. Два выстрела из пистоля, видимо. Только я, видимо... Нет, давай, поехали. Раз. Двадцать. Опять на троечку захватывать. Так не хочется, вы бы знали. Ладно, мне приказ особо не нужен. Я должен, видимо, подойти медикам вот так, чтобы был хороший угол, но не фланг, чтобы из пистолета пострелять. Семьдесят четыре. Тьфу. Едем дальше. Надо сейчас всем пистолетникам перезарядиться. Перезарядилась. на давай этим делать этого снайпа подвести под пистолет он в ханкере у него десяточка смотрим как мы можем просто скриптом мы его можем убить вот еще проблемы сейфове перезарядиться пистолетами продолжится пресс подготовиться короче говоря я понимаю что он отрегенит здесь например выцелиться снайпом пофиг тут перезарядка перезарядка хрен с тобой и готовность таки ну давай попробуем закрываем его последний сапрессу пулей чем ставим 78 8 ну надо сейчас какое-то количество хп снять главник это ночь маловато снял этот не должен работать 55 и 16 крита еще у него 11 без крита может стрелять как без крита тоже 16 ты 8 это 10 и но это это больше похоже на правду не убей только понятно ракет 60 я пытаюсь попасть попали хорошо ну и пистолет и теперь точно пистолет и только не тобой потому что у нас приказом ты подходишь смотришь пистоли что крит не крит выстрел не выстрел 2 крит все пытаемся захватить у нас одна попытка увы только милишного мутона мы увезли с этой миссии только милишного мутона но есть кого допрашивать единственное что я кажется их еще не вскрывал или я на нет милишных я вскрывал кажется это элитных вскрывал а милишного даже надо допросить потому что у меня бонус будет он ой плюс 6 меткость 92 очень хорошо ладно по старому плюс 3 меткость плюс хит хорошо и полич дабл тэп 70 пленный берсерк мобильная силовая берсерка 4 но короче он бустит всю броню но я сначала доделаю мобильную силовую перед тем как этим ладно стороне не нет после этой миссии так то конечно есть так то конечно есть следующая миссия это у нас секретная операция прямо сейчас ученый на иллерии япония до парочка psy тестирование завершается доделывается еще бмп-шка из плавов псих минус кого мы там управляли еще психов хорошего пулича не стоит брать вот хороший пулич то есть одной стороны он не топовый с другой стороны у него 57 он давай тупо уме впервые еще psy тестирование а экзальт что за тип миссии сварм городские кварталы с той задачей так это close quarters там кажется только одна карта которая подходит под описание если правильно помню крайне редкая тема экзальтов sky так то дата рекавери коск квадрс да это стройка и эта стройка единственная повторимая так берем двух пехотинцев одного снайпа обязательно рокет обязательно инжан давай джанк у нас будет впереди планеты всей он волк одиночка можно будет поставить там как по-хитрому точно инженер с гранатами для того чтобы все вот это вот что вокруг есть снять медика возьму топового и как раз нужно докачивать до званий до четвертых да и есть запас видите хотя у меня может быть в этом месяце ниже этом месте еще операция вот это вот совета миссия совет какая-то так что по снайпу убрать ли топовых или оставить на базу здесь снайпер не ключевое не ключевую роль играет я возьму такого рокет обязательно пуллич 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 ты грейд на пистолет и не делал мнение я не делал грейд на пистолет и дело грейд на пистолет и пока не собираюсь и так химические тут конечно менее приоритетны на мой взгляд не уверен что нужен густой дым и хотя химки наверно зайдут все равно они штупить там начинают дико если под химкой но хватит ли мне двух гранат обычный для того чтобы разрушить все может даже 2 инжа взять не такого опытного ну так 82 давайте карабин у тебя все хорошо единственное что надо рпг гаусс еще поставить по сути мне нужно снести просто каверы вокруг зданий которые рядышком находится давай гаусс 95 меткостью или третьего пехотинца взять я же не знаю сна и будет редко стрелять ему 1 устала будет хватать главное попадать давайте лучше так возьму пехотинец у нас часовой по сути вот он один из ключевых от бойцов ему нужен прицел ему нужен имплант у джанга несколько другая ситуация на хрена не часовой я думаю надо генного вбрать правда тоже не часовой но все остальные мне ранен 3 трое топовых пехотинцев 3 дня и не вернутся я возьму джанга потому что возможно придется простреливать фуловое укрытие вообще не точный так медик обязательно улич обязательные гатлинга и прицел и имплант кому-то бы датчик движения еще выдать взять нужно какого-то человека не хочется не забрать видимо пехотинца забрать у него локон лоуд чем хорош уберем сейчас уроки то тогда голоса дадим простую потому что и я даже наверное уроки то уберу панцирку потому что эти пехотинцы будут стоять впереди имплант датчик движения ну что 2 грен нам хватит чтобы там все разуплотнить а что тебе еще здесь брать если не грены не химический гранат да давай химки там еще уроки на всякий случай есть короче полетели друзьям страховочной аптеки нет давайте слайд нет снайпа extended вместо одной шреды аптеку возьмем сюда как раз на экзальте особо не нужно все у нас три пехотинцем штурм один один только из них правда часовой дает действительно стройка макер тащит у них она все пока нормально и если мы сегодня различка не по не потратил блин по глупости все было бы совсем хорошо штурманули 3 базы экзальт пока не про вообще экзальт только скипали блин наш агент передавал добытые данные когда прибыли войск блин датчик то здесь не нужно было подумать я все равно дохожу передачи здесь рядом с их зальц могут взломать код они найдут передатчик а если они его взломают вряд ли мы получим данные не повреждены стандартно справа никого у нас новая задача вводим агент сюда человека с часового нужно поставить ближе всего то есть он должен где-то вот на стресс нет пока бежит как может джанг у нас критовик чисто теории его можно попробовать отвести от всех типа вот за эту спрятать штуку двигаюсь вот в теории не знаю там есть 7 клеток до вот этой вот штуки вроде как есть нормально все он станет не будет с бонусом стоять тут пара отличных каверов full cover full cover которые просматриваются то есть вот сюда если поставишь и рядом человек то этот не будет видеть эти два видят то есть тут скорее всего два пехотинца пулеч как-то так будет стоять не на этой точке другая какое-то время у меня есть пока не там топчутся и захватывают передатчик который мне нафиг не нужен поэтому мы размещаемся они уже захватили недолгом немного времени понадобилось сейчас обязательно датчик движения и проверим там никого не бывает кроме скриптовых так она есть и они типа снизу я их джангом кстати вижу ладно часовой встает снайпа проводим на углу медика прячем ой джанг джанг мне кажется что нужно бахать уже первую грянку чтобы потом не терять время мне нужно сносить вот эту и левую стенку полностью так вот отсюда будет лучше угол мне кажется отлично и соответственно левую часть также убрать надо я хотел уже взять были только не одна не сломалась слушаюсь назад стоишь норм стоишь не очень ладно пока что урок это видимо заставить надо ой по пруд скоро ой по пруд малагана это очень мешает да надо ракету бах час гранату и желательно оставить чтобы у меня хотя бы 11 осталось пошли скриптовый рокет здесь справа один марксман очень опасные вот эти от марксманы критовые тут я вынужден тратить ракету блин желательно так чтобы она она не попадет по нашим главное по передатчик чтобы не попал по крайней мере есть vision без него сложновато так давай-ка проверим как там пак стоит не стоит стоит с джанг у нас никуда не уходит все он не может просто банально подойти можно типа немножко вперед отправить вот сюда в пути медика так чтобы снайперы не подошли этого товарища панкерить страховка базовая есть сейчас пойдут сейчас попробую опасный самый момент что 3-4 пока для сверху очень побегут у нас один еще один здесь один падает наверх и кто по нему не стреляет снайп стреляет с критом бах до свидания сейчас внимательно овер прицеливаемся оверх оверх оверханкер похоже мы здесь не одни сейчас людей все еще по центру находится они могут стоять могут купить справа подходит человек и бежит девяносто пятьдесят восемьдесят восемь это тот марксман скриптовый слева подбегает и стреляет грант гренка нет джанг ранен охренеть стреляем метками ясно начинаю движение пробую отойти пробую подлечить человеком уже ранее уже недели на две тоже у нас контузия 72 и овер желательно не подходит хитро вообще я не смог пострелять ни одним из дыхательцев вот стенки над снимали последнее подкрепление 52 ответка сейчас пехотинцы должны пострелять 80 58 что мы с футовера убегаем и этот еще подходит сверху падает это последнее подкрепление друзья еще овер отлично и пехотинцы работают нормально им надо просто давать давать правильные позиции по помогать с вот этими всеми темами короче здесь скорее всего надо будет закинуть дым даже то есть вернуть джангом перезарядка подошел кризис сейчас нам дым не пожалеешь что они уже идут понятно что full cover если раненые не попадут скорее всего но и граната еще нехорошая такая получилась непривычно что уроки то есть аптечка и он согласно нет рано еще это было последний подкреп и соответственно ждем скриптовых добегающих а потом уже начинаем пулись парень скриптовые бегут прям четко передач их осталось правда только двоем да блин хватит стабилизировать так давай сейф лот не бегут вроде как они могли застрять там внимание дай такая привычка конечно тихо смея сейчас подойду и джон скину сниму эту стенку они подходят сразу стреляют кидают гренку и зачем нет о выбили стекло что-нибудь какое-то внимание все таки роки там бах а вот тогда на этот угол на этот а потом на правой гренкой чтобы видеть когда они будут подбегать да выбегает пол пока давно пора на самом деле 40 30 отвратительно промах 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 снять мимо фулкавера пробегали очередной экзальт вышли на передачи командир помешайте им захватить его иначе они уничтожат данные но тот самый момент когда видимо нужно гренку докидывать еще одну хотя не не обязательно я думаю то есть тут стоит в открытку раз соответственно здесь овер здесь 40 но снайпер 30 плюс пулич соответственно тридцать четыре раз два метка там еще один третий помню но он должен забегать именно внутри если у меня будет достаточное количество оверов то все нормально давай скритом 83 снайп пытается мне кажется защита конская какая-то давай на всякий случай еще дым прокинем боюсь боюсь что там успеют зайти и он третий должен бежать прямо у него нет вариант они не паникуют как правило хотя нет бывает паникуют они же паникуют и они передачку бегут я прибежит он 976 больше не помешает осталось на самом деле где-то 6 миссий экзаль до того как мы определим местоположение база довольно мало но каждая миссия как бы она очень важно еще двое спулинг есть двое ну и плюс они трое хочу лезть пока пришельцы строят план наступления меняем ландшафт мы защищаем передачу опять подвисли кажется надо полить пак джангом видимо подходить каким-то макаром вас понял ну я за вот этот передач хочу встать он филовые да вот спулили да ладно это не спулили это стреляет по нам охренели ясно все просто скриптовый уходит на клетку единственную видимую и стреляет не он прицеливание стоит рядышком дорода вот прям как до прям здесь стоит последний ракетовый последний гринк это полукавр болин что то есть и надо ювелирную грянку как-то так кинуть чтобы не за не забрать передатчик и снять последнюю стенку в этом здании до одна стенка осталась все равно нет даже две новый пак вот это вообще уже начинается жара попадание 2 из 4 ну это пул пака типа еще два овера стопроцентных минус 1 хорошо ранен один двое здоровых и еще паку ядрить прицеливание вот это уже жопа кислотка точно возможно даже через приказ несколько штук сделать ой как они стоят шикарно оооо пошла первая кислота там у нас есть еще шрида это точно для нее еще самое время прям точно для нее самое время если не сейчас то когда вообще родная оооо они бафаются там как дикие ближний очень опасный самый опасный ближний лукавр у него гадом 57 67 67 74 снайпер никого не видит мне кажется надо этого сопрессить просто не не сопрессить давай стреляем раз метку ставим 2 по нему надо стрелять просто будет 54 лучше рокета бахнуть вот этого дальнего попытаться 38 63 63 63 медикам дым и сапресс на ближнем он подожди а ты и что у нас видит сколько человек никого не видит все прекрасно тогда им не будем его накрывать накрываем только четверых этих цена я наверное даже но я не уверен стоит ли разведчикам на смысле нашим бойцом бежать направо типа на на передачи потому что там же еще два или три из пулиных вот мы видим сейчас перед нами пять человек а их на самом деле 9 спулиных 9 и они легко могут меня ждать 93 давай 24 94 твою налево овер он под кислотой про одну пробуем этих добиваться раним 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 есть молодцы снайп я тебя ненавижу на этой карте нужно сколько раз косячил пробуем вывести его на линию выводим 74 74 63 давай вот этого попробуем вот этого попробуем добить встать на оверх правильно интересно как они под кислотой будут идти время молиться смотрим готовность этот стреляет собрать хорошо эти подавление а и кислота сразу срабатывает они тупят под кислотой это тоже пытается подавлять тупят ой как как и мне не повезло конечно как как они и счет и отступают ой еще на тебя под зад да кислотка просто топчик так надо ближнего убивать самый опасный товарищ по дальнему может поэтому не сразу его сопресс потому что потому что медик не может сопрессить ключевое 68 дайте не угрожают но на первых стоит уже передатчики есть попали хорошо два хода до 40 почему бы нет почему-то не отключаешь им пушки потому что буквально две минуты назад говорил по поводу пушки 7 на дороге пытаться ушатывать это единственный кто видит хватит на твою мать а теперь на плохо вообще все надо пытаться убивать есть слава тебе стремительно так оба еще пошел и что я бы сделал приказ и часовой потому что она ты перезарядись до перезарядись отличный план тут ханкер смотрим этим опыт кислотой меня руки больше запугает он побежал окей паника эти все еще под кислотой соответственно не об попытались что-то сделать побежали сразу over на на следующий тоже под кислотой бежать и стреляет 22 ой опасно кислота опять же так 14 это возможно последний кстати так 83 бахаем его там просто есть люди которые могут стоять на овере вот здесь меня уже пулеметчик снизу стрелял я могу подойти словить овер и до свидания ну просто меня не будет сразу провалена будет миссия нет поставили двойной выстрелок я верну инжа заряжка возвращается рокет бежит сразу получает крит умирает еще пак бегают рядышком авере да пока еще марксман рокет и оперативник 90 45 56 один минус сразу же еще еще нет нет не еще так ну пулеметчик мне не рокет интересует конечно этот плотный у которого 18 китов мы по его раним дальше у нас снайпер работает по нему 83 даже пожалуй скриптом он самый опасный что он с места может выстрелить мне ракеты и до свидания 26 крита охренеть какие же жесткие людям может быть фланг возможно даже кислот как делать и сейчас мы не попадем понимаем и маловероятно что попадаем попадаем тогда нормально просто стреляем встаем на овер а ты тоже видишь ой молодцы все 50 процентов попали и все на на overwatch стали это точно последний спаленный пак то есть осталось четыре человека точно последний пока перезаряжаемся выскочить могут любой момент с патронами как видите проблему часы и флот и закрываем миссию почему-то в итоге отказался тяжелых пинток снижение точности пехотицам как раз не хватает раз не хватает делаешь первый выстрел считается за действие все следующие минус 10 а двое стоит на прицеливание один здесь другой тут ладно но это конечно наглость выхожу на точку ясно стрелять надо конечно внизу сидит с прицеливанием чем это двоем попал вот он провал а пулеметчик под сидит в углу и все ранение у пехотинца у меня еще over остался почему-то часовой болин твою мать ну ты как у меня руки-то могут может жахнуть час да и свети ранение просто на ровном месте тихо слышишь нежный хэш какую хаишку все уже распределено с никаких хаиш не ракет ни хаишка я даже не знаю как нему к нему с той стороны нужно подходить как он там сидит на овере и все и хрен ты его там оттуда вы это вытащишь слышали надо по левой стороне эти вас понял это не факт что здесь тоже не будет людей потому что можно рыбануть ему вышку да наверное через вышку проще но банально быстрее пробонем вышку у него овер отключится жак не бы проверить на самом деле перед тем как подходить к вышке что вип дойдет его не убьют это важно выполняю что это было вот так если наши люди смогут подобраться к транслятору экзальт зоне действия есть шансы взломать их систему коммуникации с помощью ключа извлеченного из данных противника и отрубить им связь надо все равно подойти остальными потому что они смогут в один ход внешне нужно еще заражить на этот же ход правильно направляюсь на точку поэтому я подхожу так чтобы выходит ракет люблю он сидит блин 20 ходов потом берет и выходит сучок очень бесячие тварь все равно через включение передач похоже мы здесь не одни целивается а об этом стоят сидят такая общий часовой лучше овер поставить самом деле ясно это тоже подвести под овер и но они сейчас могут они сейчас должны бежать куда там последний смотрим побежали да как 22 так да как ты же план и и это след охренеть да что где ведь логика не вопрос какого хрена флангуется же он стреляет с места понял мы отрубили противнику систему связи они не смогут восстановить ее сразу командир тварь и просто тварь и еще может у меня вплотную выстрелить чисто теории такая фэйл вы просто месяц ясно иду на точку он еще ракет не может выстрелить меньше регенерировать а кстати регенерирует этот не может он получает классный регенерирующий поле восстанавливает хп у нокнутого человека короче все жестче и жестче экзальтенса у них точность подросла и количество хп подросло но в конце конечно я сам накосячил надо было через это делать 46 дней блин ранений и джанг на 19 отправляются трындец стойкость всем хитов панцирка минус идет расчет статистической вероятности нахождение базы может даже сейчас панцирку заказать одно еще там не новая сейчас броня пойдет следу несколько доделать не забываете научный отдел шеф просто раненых увеличивается может сделать тогда 30 процентов попробовать час в литейном цеху со скидкой за 450 сделать сделать передовую хирургию на 30 процентов у нас раненые камеры есть да это самое плохое час у меня что люди раненые давайте попробуем все-таки понимаем да и опять на нас план продаем чем это сыграет только через какое-то время давай хирургия сколько времени две недели да в литейном цехе скучать не бмп сплавов быстро доделывается результаты неудачи псих надо конечно было на все еще кого-то отправить тестируется минус так кого кроме да никого эти тебе часа на тарелку если полетишь сейчас спутник выйдет на раб на орбиту еще миссия советная это как раз та самая миссия да по словам монеты у пришельцев осталось еще по крайней мере трое похищенных которые сейчас пытаются доставить безлюдный район при горе их альп если этих пленных такой же потенциал как у самой нету мы просто обязаны их отбить это скриптовая миссия называется фурия мне о ней говорил слон сегодня я не знаю я не доходил до этой миссии прекрасно жду от вас топовый состав у меня есть как бы раз два три пехотинцы правда нет ни одного осторожнее то может быть дождь из берсов а что это за за миссия вообще в двух словах вообще наверное закончена сегодня посмотрю потом записи как проходили другие большая тарелки три бойца на сложный пипец горит от бургов правда но он неплох ну у него дата какая-то вообще дикая сейчас подождите на посмотреть что это за когда он полетит а он вырезает только на время я не вижу здесь время вообще хорошо комминт прикольный у него вебка оформлена как это наверно плюс три месяца так короче я понял сейчас пока что стандартная это уже 65 серия второй сезон интересным У меня зонер есть? У меня есть подарок для тебя Это будет круто Почти, да Левее, левее Ну можно было лево задеть Сейчас посмотрим Скорее всего у него зонер есть Если он так себя ведет Да, вон зонер во-первых Не получится Надо подойти Подходит под рейндж Почему он с него начал Почему он с этих начал 8, опять Потому что я только буду делать 8 Давай Найс Маньяк Инкродон Инкродон 100% Инкродон Третий, Финнмен Это шарм Инкродон Третий, Финнмен Это максимальное звание Третий, Финнмен Окей, сейчас он отсутствует И так Я могу гранировать Если бы я хотел Это немного Она перезаряжается Командой Хотя не факт Что ему нужно здесь будет Или Смешать Третий, Финнмен И попробовать Смешнее Потому что Режевая 76% Пару Я не знал Что случилось Впереди 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 Айон Таркас Сколько лет у него В лангваре Ну он и шишостер принимает решение Конечно И еще там 100% chance 67 крит Ооо, это хорошо Вероятно, это очень хорошо Мы можем mettre Инкродон в холодильник 95% до смерти Ну что, это официально. Инкрадон пошел про. Уп мы идем с Марк. Мы должны начать с Джанет. Первый, хит-н-рун. Единственное, что может быть хит-н-рун, это 73%. Это кто я хочу хит, anyway. Тайфун. Тайфун. Что? Блин. Это не время, Джанет. 73%! Джанет! Реалии? Блин, классно. И так нарезанно еще он. Довольно динамично получается. Довольно динамично, Джанет, пытаясь 73% за третий раз. Потому что где этот тайфун, мы никогда не получим лучший удар. Смотри, 73%, 10 дамаги, 71 крит. Третий раз – это шарм, Джанет! Довольно динамично. 1,9%. Так, хорошо. Когда включается... А, вот. Turns until execution. До казни, короче. 12 ходов. Надо посмотреть, когда оно включилось. Нормально. Ее наставляют полукаверных здесь товарищей. Не знаю. А, и врубается обратно. Видимо, он подошел уже. А хотя у него общий вид. Да, прикольно нас в миссии ждет. Но у него явно не это самое, не тот. Давайте посмотрим, что у него за время. А, это... Мы не посмотрим. Повырезал все. Короче, архитектура этого корабля, она понятна? Мы ее помним. Скорее всего, в командам, да, находятся люди, которых надо спасать? Тяжелый летун, неважно. А, нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Нет, все правильно, нормально. Просто у него камера такая. Подходит уже к этому. Блин, нифига себе у него там. Уже подраненные все. Он играючий, но... Кто там? Кто там? Блин. Угу. Они фланговать сейчас еще могут. Крайне неприятные товарищи. Паника, что ли? Ой, ладно, убивает он их этих обходит. И еще последнего пытается... Очень долго он их убивает, потому что... Стоп, а почему обратного отчета уже больше? Какой момент он пропадает? Восемь, да? Шесть. Там скриптовый еще падает. А, вот к чему нужно добраться. Вот к этой штуке. Видимо. Да, видимо сейчас отключится. Но он запасом прибежал, видите? Все. Понятно. Понятно, понятно, понятно. В скриптовых надо еще понаблюдать. Что здесь народу много, наверное, человек 40, да? Там солныши начал трансляции, друзья. Сейчас я закончу, переходим к слону. Скиньте, пожалуйста, ссылочку. Молодец. Кат-сцены. А, и вот этих трех освобождаем. Двадцать девять человек всего лишь. Он на старте только человек 12 уложил. Видимо. А, и тут нет командного пака еще, да? Короче, карта мега открытая. Самое сложное это зайти. Соответственно, скорее всего, мы берем сразу трех топовых снайпов. На пофиг. Просто топовых снайпов. Они успеют вернуться из... Не, они не факт, что успеют вернуться из фактики. Ладно, в любом случае, давайте на сегодня закончим. Сегодня мы с вами потеряли, к сожалению, одного разведчика. Хорошего разведчика-зонера. Я накосячил на экзальте. Сегодня мы с вами огромное количество людей отправили отдыхать. Ранений море. Просто море. Пехотинцам досталось больше всего. Пять пехотинцев из восьми отправились отдыхать. Один вернется только через три дня, а у остальных серьезнейшие проблемы. Вернется пуля еще один день. Вообще очень тяжело. Тем более остались. Но вот этот нормальный. Все, у меня топовых пехотинцев вообще нет. Возможность фатига вытаскивать кого-то. Короче, надо подумать, кого брать на эту миссию. Скорее всего, танчик пойдет. Он у нас хорош. Из сплавов. Хотя тоже не факт. Потому что если я сейчас возьму танчика, он понаполучает, он скорее всего понаполучает, то мы не пойдем на базу решения. Нам не обязательно прям на нее стремиться прям туда. Потому что мы можем воздушное пространство контролировать, и, по крайней мере, ждать там, когда вернутся в фатижные. То есть желательно, конечно, в этом месяце это сделать. Желательно, блин. Ну вот, если бы не раненые, я бы, конечно... Ладно. Давайте. Завтра вечером будет вот эта вот уникальная миссия. Там три оперативника каких-то. Видимо, мы получим в качестве бонуса. Классно. Если справимся, конечно, с задачей. Ну и дальше уже будем смотреть по ситуации. Пойдем ли штурмовать вторую базу в этом месяце или не пойдем. Ресурсов у них и так не очень много. А пососный танк не пойдет? А пососный танк, он... Ну, может, конечно, так чисто. Он просто не очень надежный. То есть на него надо... Он по ДПСу проигрывает, естественно, сразу же. Прям сразу же. У меня еще не сделалась пушка. Да, миниган, гаусс и панцерка. Три дня. Вот это надо ждать. Короче, я, видимо, без танчика пойду. Ладно, все, хватит. Все. Спокойной ночи, друзья. Увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok